Всем хеллоу, хеллоу, кабанвай, ну там все такое, что обычно принято говорить. В общем, меня зовут Данил Лазарев, добро пожаловать на канал Герои Метагейминга. И сегодня, как вы знаете, у нас 31 октября, и в честь этого мы, естественно, играем в сатанистский хэллоуин. И сегодня мы будем играть ту самую жуть английскую, которая у нас проходила буквально 2 года назад. Как видите, у нас сегодня далеко не полный состав, потому что один у нас заболел, второй задержался на работе, там у него свои дела. Поэтому мы будем играть вот так, вот так, как вот есть. Что уж поделать, как есть, так оно и есть. Давайте я пока напомню, что у нас все так же есть Даркон, там есть Дискорд или есть Дискорд, там есть Даркон. Короче говоря, сам черт уже не разберет, кто из них там в ком находится. Но, тем не менее, говорят, что периодически там эту мистическую сущность, которая, кстати, скоро будет нам вести целую игру, буквально послезавтра, можно встретить. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте, там появляются актуальные новости и так далее и тому подобное. Ну и надеюсь, что дела у вас хорошо, потому что я, например, сейчас попал под нечеловеческие дожки, а всего моего прекрасного имиджа, в котором я хотел сегодня присутствовать на игре, сухой осталось только кепка, поэтому я решил ее не снимать. Да, уже не без штанишек, получается. Да, штаны, вот он снял. Да, если что, я без штанов, но у нас нет ног, поэтому вы в правильные не верите. Напомню вам немножко о правилах жуки английской. Мы с вами будем играть в это приключение, используя карты, специально отобранные карты от 7 до 10, которые будут показывать сложность вашей сцены. Сцены или же какие-то определенные моменты игры, вы будете вытягивать, говорить, что я хочу вытянуть карту из колоды, я буду ее вытягивать, и это будет, какая значимость будет у карты, это будет означать сложность вашей сцены. То есть, какую цифру вам нужно выбросить, ты равную или больше на кубики. Я тоже сам буду иногда вытягивать цифру, чтобы вас иногда подгонять, чтобы это будет означать общую сложность. То есть, если вы тянете индивидуальную карту, это будет ваша личная сложность. Если я тяну сам, то это будет общая сложность сцены. И, само собой, как в прошлый раз, вы можете подкидывать эти карты другим игрокам, но если ваши персонажи находятся вместе рядом в одном месте. Вам понравится только D10, и, само собой, в этой колоде будут замешаны вот эти три карты, три этапы. Это означает какие-то значимые события в нашей сегодняшней игре. Когда мы дойдем до последней, финальной дамы, это будет значить, что, ну, все, борода. Как бы, что получилось, то получилось. Давайте сразу сделаем вам персонажи. Это довольно быстро и несложно. У вас есть всего два параметра. Один параметр — это решимость. Ребята, чатики, напишите, не проскакивает ли видео у нас, а то у меня прям вот что-то ОБС влагает. Нас сегодня гроза, кстати, на улице. Она буквально только закончилась, но если вдруг она опять начнется, вы снова будете слышать всякие подструнные шумы. Ну, в принципе, Хэллоуин, что-то почему-то. Решимость и дух. Решимость — это вы сможете, пункт решимости сможете тратить для того, чтобы изменить результаты вашего броска. А дух — это словно ваши хпшки. Моральное состояние, ну, и грубо говоря, физическое. У вас есть 10 очков, которые вы можете потратить, распределить между этими двумя параметрами. Все просто. Минимум три на одном параметре. Та решимость у нас отвечает за переброс, а дух — это общая ваша позашка. Позашка, типа, да. Позашка. Вот. Я сейчас замешаю пока что, значит, я разделю, вот я добрал колоду из 7, 8, 9, 10 карт, разделю на ровные части и добавлю под низ, размешал и добавлю под низ каждой колоды даму, которая будет символизировать окончание нашего определенного этапа. Собственно, по правилам, по большому счету, все. Единственное, что если вы проваливаете какую-то проверку, у вас отнимается, минус идет в дух ваш. То есть ваш дух постоянно убывает. И когда открывается дама, тоже вы выбираете, что вы читаете у себя, либо решимость одну, либо дух, и к проверкам всем появляется одна сложность. То есть если у вас лежит семерка на столе, то проверка будет сложность 8, если восьмерка — 9, соответственно, и максимум 10. Больше стик, само собой, никак. Ну, я думаю, по ходу мусориентировать. Да. Ну и, как я уже сказал, решимость вы можете вытратить на то, чтобы изменить показатели вашего броска. Вы говорите с до броска, что я хочу потратить решимость, чтобы наверняка, и говорите, сколько решимости вы вкидываете в ваш бросок. А пока помолдайте, а я пока разделю колоды. Да. Мне пока что-то вспомнилось, что, поправьте меня, если я ошибаюсь, ребята, что у нас уже второй год подряд становится традицией играть в Калорийнске, что-то вот таким вот составом втроем. По-моему, в прошлом году у нас же был День с Варкана, космическом корабле, если меня не изменяет вами. Нет? Да, кстати. Да, мы его тоже играли втроем. Я недавно просто пересматривал это видео и должен признать, что Кирилл еще никогда так круто не играл в детстве, не играл в детстве, это было суперэпично. 22 лет я великолепно, я шучу, шучу. У нас масло кипит. Поэтому, если вы вдруг не видели какой-то у нас из наших предыдущих хеллоуинских шотов, и, упаси боже, вы их не видели, первую жуть английскую, которая, как показывает практика, стала чуть-чуть не первым нашим шотом, который сыграли ему, уложились во время и растянули его на несколько серий. То самое время, когда закончится сегодняшняя игра, попробуйте все-таки посмотреть. Я думаю, что, скорее всего, вам понравится. Один из лучших ланшотов. Не скажите, увидит Кирилла Девственника. Ну, а это жуть английская, а это вне сурка, короче. Смотрите, все, короче, что надо выбирать. Закрите, так вот, поголовно, каждое видео смотрите и пишите, я посмотрел. Что, джентльмены? Вы в целом готовы? В целом? Нет. Почему? Никогда нельзя быть готовым к страху. Ну, да, конечно, да. В таком случае, я сейчас что-нибудь нам включу. Что-нибудь... О! По-моему, когда я в какой-то в хорвар-квесте работал, там такая же будет играл. Что-то такое. Пойдет. Пойдет. Итак, наше приключение сегодня по жути английской называется гостиницей. На дворе 1968 год. Осень. Поздняя осень. Графство Гластершиф. Кстати, сегодняшняя игра основана на реальных событиях. Напомните мне, в конце игры пояснить, на каких именах. Ой. Вот теперь стало страшно. Гостиница-пансионат под названием Феверим. Извините, Февер Шэм. Неправильно писал. Февер Шэм. Была построена еще в 1145 году. И тогда она была еще гостином двором. Феверим. Где работали, где, вернее, жили рабочие, которые отстралили в то время только воздвигающийся город. Ну, как город-деревня. Ходят слухи, что в те времена с этими рабочими к ним относились как словно бы к рабам. Их понижали, даже били, плохо кормили. В итоге, естественно, очень многие из них умирали. Но их очень быстро замещали, потому что рабочая сила была тогда дешевой и легкозаменяемой. Когда была расстроена церковь в городе, что самое главное, ратушь, рабочих выгнали. И в этом, в этом гостином дворе, был поселен местный тогда епископ. Как по преданиям, опять же таки, он был довольно известным охотником на ведьм в те времена. Но также ходили слухи о том, что он занимался каким-то культуром. Какими-то темными вещами, ритуалами. И очень многие подозревали о том, что действительно какие-то гости на дворе проходят какие-то ритуалы. В конце 19 века в этом здании устроили трактир, куда приходили местные жители выпить, отдохнуть, проветриться. Но в 1930 году это здание стало частной собственностью. Из него сделали гостиницу. Гостиницу, к которой пристроили довольно большое количество построек. И эта гостиница, в своем роде, переросла в пансионат. Надоел 1968 год, как я уже сказал. Некий Джон Хамфри перекупил эту гостиницу и собирается ее реставрировать. Делает из нее настоящий отель. А сейчас перейдем к своему игре. Сама гостиница находится на довольно высокой горе. Откуда открывается... Спасибо большое. Ничего не отобразилось. Приминалите почему-то. Откуда открывается красивейший вид на все просторы графства. Виднеются все поля. Виднеются ближайшие деревни, которые находятся в довольно почтительном расстоянии. На самом деле от гостиницы, от санатория. Поэтому этот пансион находится на, условно говоря, отшибе. Где-то в горах, на отшибе. С красивыми видами и оздоровительными ваннами. Где... Когда засливается минеральная вода, и люди в основном в возрасте приезжают для того, чтобы как-то себя немножко омолодить. По крайней мере постараться. Или, может быть, заверить себя в том, что они омолодаются. И вот сейчас по склону этой самой горы едет автобус. Автобус, который привозит новых посетителей. Он приезжает крайне редко. Он приезжает раз в две недели. Привозит новых посетителей. Забирается каких-то уже, кто уже свое, как сказать, отсидел. И сейчас едет автобус, медленно поднимаясь по довольно старой грунтовой дороге. Которая норовит осыпаться куда-то в леса с каждым поворотом. Но, тем не менее, уже какой-то год каким-то чудом держится. Денег отреставрировать, само собой, пока нет. Но господин Хамфри грозится действительно это сделать. Сделать нормальную дорогу. Автобус поднимается. Водитель за рулем автобуса уже как-то методично. Переключает передачи. Что-то там смотрит на капли дождя, которые капают на стекло автобуса. Время-тренирую включает, выключает дворники. И поглядывает, когда уже наконец-таки вы доедете. Он спешит обратно, потому что здесь не очень нравится. Автобус сидит, в автобусе сидит несколько человек. Пускай человек семь. Среди них сидите вы. Давайте представим наших персонажей. И чтобы это сделать, давайте начнем с... Что это такое? Это Жека. Ну, давайте. Всем привет. Я Женя. Мой персонаж Клейтон Хуллер. Я профессор астрономии. Большой рудитый интеллигент. Тем не менее, простые житейские удовольствия мне также не чужды. В частности, я любитель приятных компаний, вечеринок с покером, изысканного алкоголя. Ну, я, собственно говоря, решил наведаться в эту гостиницу и немного поправить свои проблемы с печенью, потому что что-то в последнее время с ней неладно. Как тебе еще раз? Клейтон Хуллер. Клейтон. Может быть, в предположенной части автобуса сидит... 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 Всем здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Сидит Альберто Блинкен. Невысокий, очень толстый, такой похожий даже, наверное, на бочку мужичок из Новой Зеландии, занимающийся ножевым бизнесом. Он местный ножевой магнат. Но пусть вас не пугает его толстота. А, на самом деле, Альберто как-то участвовал в сафари на льва. Ими при себе лишь только нож. Сафари на льва с ножом. Он сидит с усами своими широкими, в синем костюме. И, наверное, угрюмо смотрит куда-то в даль. Так, ты угрюмо смотришь в даль, видишь, как капли дождя стекают по стеклу твоего окна. Может быть, ты видишь, какая-нибудь бабка перед тобой сидит и что-то там про себя бубнит всю эту дорогу, что тебя раздражает уже, потому что ехать на несколько часов все-таки. А она все-таки что-то там, причитает, причитает, скорее, можно доехать. Как надоели эти повороты, боже мой, меня тошнит, я не могу, у меня гастрит. Я, наверное, сюда ехал не для того, чтобы страдать лишний раз. Заткнись. Что ты меня сказал, ты, блин, вот ты рак толстый, все ты там ляпнул. А ну иди сюда, я тебя тракнусь. Деньги в задней части автобуса, на заднем сиденье сидит... Всем здравствуйте, меня зовут Александра, моего персонажа зовут Сюин У. Это китаянка, 34 года. Она писатель, недавно переехала из Шанхая. Пишет романтический роман. Наверное, у нее темные волосы, маленькие круглые очечки. Она сидит и увлечена книгой. Да. Ваш автобус медленно-медленно поднимается в гору. Ты читаешь свою книжку, может, не обращаясь, может, тебя иногда раздражают эти вот вскрики. Капельки дождя. Капельки дождя называется. Капельки дождя. Красиво. Может быть, иногда тебе дозусятся вот эти вот возгласы, которые спереди начались автобуса, ссорящиеся от толстяка и бабки. Но ты постараешься это игнорировать. Все-таки тебе не до того. Ты человек высокой культуры. Ты приехал сюда отдыхать. И ваш автобус, медленно-медленно поднимаясь по этим всем ухабинам, поднимается до самого санатория. И уже издалека, наверное, одном из поворотов перемещает этот санаторий, который возвышается на практически вершине горы. Он пристроен к... Он не на самой вершине, он пристроен к скальным образованиям. Поэтому гора уходит куда-то дальше наверх. На санаторий стоит большой, величественный санаторий. Видно, наверное, видно сразу, в первый раз бросается в глаза, что изначально это было небольшое, длинное, одноэтажное здание с крыши, на которое сверху надстроили уже какие-то несколько этажей. По бокам стоит несколько больших пристроек. Вмещает, наверное, человек, наверное, под 100 санаторий. Это санаторий в себе не так много, потому что сюда, в принципе, трудно добраться, вряд ли больше сюда кто-то приедет. Но и немало. Видно по санаторию, что он переживал и лучшие времена, что где-то штукатурка обвалилась, где-то кирпичная кладка раздроблена. Выглядит так себе. Если бы сюда приехать ночью, и здесь не было бы света, можно было бы подумать, что этот дом, здание заброшено. Ну, а вы видите, что на улице ходит несколько человек под зонтиками. Видно, что, может быть, персонала не видно. Скорее всего, персонала здесь крайне мало. Видно именно отдыхающих здесь. Их мало. Видит, наверное, на подъезде, вы примечаете, наверное, около, может быть, двоих пожилую пару, которая ковыляет, что-то там в белых костюмчиках, сарафанчиках, под зонтиком топает, просто прогуливаясь вокруг здания. Автобус останавливается. Водители, толстый водитель за рулем нажимает кнопку, дверь открывается. «Приехали! Санаторий фавершим! Выходим, и конечная!» Бабка перед тобой встает. «Наконец-то, боже, право!» И ковыляя выходит на улицу. И вместе с ней выходит еще трое человек, получается, которые ехали вместе с вами. Это, в основном, это люди в возрасте. Сюда редко приезжает молодежь. Может быть, только чтобы посмотреть на виды, и то не наставая здесь надолго. Они, возможно, приезжают, фотографируются, и в 68-м, скорее всего, были нормальные фотоаппараты. Они приезжают, фотографируются, и либо к тем же автобусам сразу же уезжают, либо ждут день, и, может быть, каким-то образом, может быть, на конях или еще на чем-то уезжают, уходят обратно, или походим. Поэтому, в основном, здесь пожилые люди. Потому что это санатории для того, чтобы останавливать свое физическое состояние. Пожалуйста. Я, подхватив свой небольшой походный саквояж, выхожу. Я, кстати, единственный, кто не описал свою внешность. Ну, в принципе, выгляжу я как типичный, наверное, профессор. Ношу очки у меня, половина головы уже седые, лет мне где-то за 50. Ну, в принципе, смотрю еще достаточно бодро, и не надо, как это делается, в ктулку записывать меня в старики в 45 лет. Вот, я выхожу, вдыхаю, наверное, воздух и произношу, как будто сам для себя полголосом. Наверное, это шутки психологии, но я уже начинаю чувствовать, как здешние виды воздух благотворно на меня влияют. Холодный горный воздух действительно облетает тебе в легкие, ты чувствуешь прямо, как будто ты бодрячок поймал. Действительно, чувствуется атмосфера, хоть немножко страшновато, криповатая, я бы сказал, но, тем не менее, вот этот заряд нашей энергии, вот эта природная энергия, она проникает в тебя, сразу же буквально начинает уходить по твоему организму, пропитывает твою чашку. Костую углевую чашку. Силой земли. Я думаю, вы все выходите, так или иначе, из автобуса. Водила, наверное, стоит еще минут 5-10, будет стоять, по крайней мере, и стоит в сторонке, где-нибудь курит, может быть, заправляет автобус. Вы идете, я так понимаю, берете свои вещи. Да, у меня, скорее всего, такой чемоданчик на колесиках, я в желтом ярком комбезике, и в этих сапожках, сейчас же осень. Да, поздняя осень. Холодно, достаточно холодно. Вот, наверное, даже в этих. Боже мой, непромокаемые сапоги. Резиновые. Резиновые сапоги, точно. Я думала, какое-то название. Да, но в симпатичненьких галошах. Хорошо. И мои колесики просто едут по грязи. Я не уверен, что в 68-м году были колесики на этих самых. Ну, я решу, что в 68-м было все. Хорошо, у нас неправильный мир 68-го года, поэтому у нас были все. Уже 7 лет как человека в космос отправили. В принципе, правильно. В принципе, правильно. Хорошо, да. Погрязи, если это не... По гравию грязи, за тобой тащится. Ну, я, наверное, кое-как пытаюсь за собой... Может, сумка твоя подзастревает иногда в грязи, но тем не менее, ты ее тащишь. Ну, у меня тяжелые, там, книги, рукописи и так далее. А я, наверное, обращаю на это внимание. Ну, и как все-таки джентльмен, я вообще немножко старомузен, в принципе, как манее изъясняться, так и манее держаться. Я обращаю к себе. Мисс, может быть, вам помочь? О, ну, что вы, что вы. Ну, я, наверное, решительно подхватываю твой чемодан. Вот так, я думаю, будет гораздо лучше. Идемте. Погода становится все хуже и хуже, хотя воздух прекрасен. Ну, я несу твой чемодан, но мы движемся, наверное, быстро. И я бурчаю, иду за ним и со своим большим таким чемоданом с полу меня. Вы, все это делегации, подходите к главным дверям. Прислуги никакой нет, никто двери вам не открывает, приходится открывать сами. Вы открываете большие двустворчатые двери и заходите внутрь этого санатория. Сразу же, перед вами пристает большой зал, ресепшн. Весь пол уложен плиткой черной и белой, словно шахматы. Белые стены, как в психурке. Кое-где виднеются столики стоят декоративные, на них стоят цветы. Внутри на самом деле все выглядит относительно бодро. Здесь прибрано, здесь видно, что ухаживают. Внутри все-таки это гостиница является, ну, действительно, гостиницей. Поэтому здесь чувствуйте, может быть, себя немножко комфортнее. Видите, что здесь больше людей ходят. Наверное, в силе, в сумме здесь сейчас отдыхает человек, ну, от сил 20. Они не так, чтобы часто вам встречаются на пути, но они все-таки есть. И в основе, как и в школах, это пожилые люди. Они проходят мимо вас, там кивают вам, типа, здравствуйте, новые люди, все дела. И проходят по своим делам. Кто-то идет, видите, что есть лестница, ведущая на второй этаж. Есть лестница, ведущая даже куда-то вниз в подвалы. Само здание не твится в разные стороны. Поэтому сейчас вам, может быть, бросаете взгляд на карту здания. На нем видно, что здесь есть два крыла. Есть, ну, в сумме три этажа. Нижний этаж подвальный считается. Там есть, типа, как раз те самые бассейны. Не бассейн, а... Ну, да, там есть бассейн, есть ванные комнаты сразу же на нижнем этаже. Есть особые комнаты для отмаривания, взглянуто так. Когда вас подсажирает такую в барокамеру, Закрывает по шее и паром бассейн. Ну, подходит к ресепшену. На ресепшене стоит... Женщина. В возрасте. Высокая. Типичные английские... Черты лица острые. Вытянуто немножко лицо. Длинный нос. Она с такой... Видно по ней, что она, так считается, активно, по крайней мере, с аристократкой. Слегка приопущенные глаза, накрашенные синим. Кучерявые рыжие волосы. Короткие. Она стоит в красном таком палатице. У нее здесь, видно, на гуде прицеплен бейджик. На ней написано Марджи Тейлор. Совладелица. Она смотрит на вас немножко свысока. Говорит, добрый вечер. Рад приветствовать вас с этим прекрасным... Я, наверное, шляпы у меня нет. Я делаю инстинктивный жест, подаясь в одну существующую шляпу, потом неловко, может быть, хлопав рукой по карманам. Место, что говорит, просто очаровательно. У вас здесь прекрасно. Это видно с первого взгляда. Здравствуйте. Да, вы все у меня записаны. Не будем, придем сразу к делу. Фамильно, пожалуйста. Брюнкен. Есть такой. Ваш номер 313. У. Синюй. Ваш номер 311. Фуллер. Клейтон Фуллер. К вашим услугам. 305. Остальные тоже по очереди называют свои фамилии. Она распределяет примерно по одному этому же этажу вас. Поворачивается, звонит в колокольчик, видит, что откуда-то из подсобки выходит мужчина тоже в возрасте. Сама женщина уже в возрасте. Ей, наверное, за 50. И мужчина выходит тоже в возрасте. У него на груди бейджик написано Артур Тейлор. Он невысокий. Пониже это дело. Женщины немножко сгорденные, слегка совсем. В пиджайочке черном. Морщины по всему лицу у него. Видно, что он, может быть, повидал дерьма. Серьезно. Черные волосы, залезанные на бок. Ничего выдающегося. Может быть, есть какая-нибудь бородавка на подбородке. Он выходит из коптерки, смотрит на вас. О, добрый день, господи. Добрый день. Маджер, я займусь. Она молча кивает, ему не обращает на вас больше внимания. Он выходит из администраторской, пожимает всем руки. Добрый день. Меня зовут Артур, я владелец этого замечательной гостиницы. Рад вас всех приветствовать в нашем замечательном пансионате. У вас будет готов оказать вам любые услуги. Отпаривание, плескание в бассейне, ледяные ванны. В общем, все для омоложения тела, костей. Все, что необходимо. Пропаривание кальцием, отбеливание белками, замуровывание мухами, обмазывание пиявками и глистами. Все, что захотите. У нас есть множество особых опций. Задельные некоторые платы, конечно. А что-нибудь необычное у вас есть? Обмазывание глистами нормально? Нет, знаете ли, в Африке не такое повидал. Конечно, конечно. У нас есть замечательные паровые котлы. При желании мы можем... У нас есть для восстановления психического состояния, потому что к нам часто приезжают люди, скажем так, немного уставшие, так? И для того, чтобы человек мог победитировать, подумать о том, что его в жизни гложет, у нас здесь особо барокамера. Сейчас объясню, как это работает. Мы закрываем вас в большой цистерне, которая наполняется водой до половины. Вы в ней плещетесь, там отключается свет, и вы в полной темноте, погруженные в воду, слушаете звуки природы, воды, и осознаете свои проблемы, снимая стресс. Звучит очень страшно. Ни в коем разе, это не случится страшно, на самом деле, это очень приятная процедура. А я слышал про эту методику, я, наверное, поворачиваюсь к тебе, ну, ты меня, в принципе, заинтересовал, потому что упомянул про Африку, мне как бы любопытно пообщаться мы с настоящими, с этим. Соглашайтесь, это как человек в науке, могу вам гарантировать, что это научно обоснованная, замечательная методика, которая... Замечательная методика, как мужчина в очках, поэтому я думаю, что он врать не будет. Конечно же, конечно. Я только за. Чего выйду первым, я, наверное, бросаю на этот свой чемодан большой, он хватает туда. Это что-то тяжелый чемодан. К сожалению, сейчас уже вечер, процедурные будут скоро закрываться, я вам предлагаю завтреннейшую с утра посетить, и я запишу вас. Отлично, дайте чемодан. Да, пожалуйста, да. Придут несколько моих помощников, которые, собственно говоря, помогут вам со всеми процедурами. У нас не так много персонала, поэтому узнаете их по форме. Ну, а я, пожалуй, пока что не буду увлекаться, и на вечер остановлюсь на кружечке минералки. Я поворачиваю в ту сторону. С моей стороны, наверное, будет неучтиво предлагать принести ваш теманом прямо в номер, но если вы желаете, я готов. Нет, нет, спасибо. Вы и так очень много сделали. Я выручаю. Я забираю. И вы расходите. Я думаю, мы расходим сюда. Спасибо. Я, пожалуй, достану первую карту на сегодня. Это будет общая сложность на начало игры. И это первая карта семь трефов. Сложность семь. Ага. Мы просто делаем проверку, да? Нет, когда будет проверка. А, на будущее. Да, на будущее. Когда будут проверки, вы будете делать. Что-то произойдет, а она будет проверку делать. Хорошо. Вы поднимаетесь в свои номера, располагаетесь. Номера довольно-таки скромные. Я по лестнице тащу. Номера скромные. Кровать, тумбочка, шкаф для вещей. Да вот и все. Может быть, обуретка еще какая-нибудь есть. Зеркало есть. Этого, пожалуй, обычно этого хватает. Вы раскидываете свои вещи, располагаете вещи, потому что вы здесь обычно, вы здесь на две недели. Вам здесь как бы здесь тусить две недели. и поэтому все у вас будет хорошо. Надеюсь. Ночь проходит на удивление, ну как, на удивление, спокойно. Вы засыпаете, подмерный шум дождя, который у нас сейчас поколыхает на улице. Он стучит по вашему окну, может быть, то, что, пускай у вас окна выходят себе на какой-нибудь, не в скалу, а вот, в сторону улицы. Дождик бьется по вашему окошку, успокаивал вас. Горный воздух плюс поездка у вас утомила, поэтому вы засыпаете довольно спокойно. И пускай у нас под утро ты спишь в своей комнате крепким-крепким сном. И, наверное, внезапно ты просыпаешься. Просыпаешься от того, что над тобой кто-то стоит. У тебя на кровати кто-то сидит. Ты просыпаешься, приоткрываешь глаза, в темноте плохо видно, ты видишь, что рядом с тобой сидит мужичок в белом халатике. Видно, что из постояльцев дедурин какой-то. Старый, морщинистый, видно, что у него лицо прям сухое-сухое. Он дрещан, он смотрит на тебя такими большими глазами, держит тебя за руку. Подожди, не кричь. Он закрывает лицо рукой. Не кричи, не кричи. Уезжай, срочно уезжай. Вы все уезжаете. Кто вы? Я сейчас позову кого-нибудь. У меня нет времени, я должен бежать. Я, что, увидимся. Уезжай. Он медленно встает, но отходит к двери. Он, наверное, видишь, как он отходит к двери, прислушивается, слышит в коридоре шаги. Он быстро выскакивает в двери и утопывает. Озички. Нужно, нужно, нужно предупредить. Я, наверное, спускаюсь вниз. Ну, накидываю. Еще, пускай, это еще раннее утро. Еще никто не проснулся. Часов шесть, наверное. Я даже, это пускай будет часов пять утра. Обычный персонал, ну, работа компенсион начинается где-то в шесть, полседьмого. И когда процедура начинается в семь. Ну, я все равно не хочу оставаться в этой комнате. Я, наверное, накидываю на себя что-нибудь, проверяю, вообще закрывала ли я дверь. Окна проверяю, как он думал. Двери здесь закрываются, но, судя по всему, механизм у них старый, их отрыв не составляет труда. Ой, я спускаюсь вниз ждать персонал. Ты спускаешься вниз, ты приходишь на ресепшн, видишь, что там горит лампа, стоит вдруг. колокольчик, вызывающий персонал. Никого на ресепшне нет. Дождь на улице колыхает, темно. Сколько времени? Петра. Темно еще. Блин, как ты связана. Ну, я... Если там есть диванчик, я, наверное, сяду на диванчик. Хорошо. Ты садишься на диванчик и сидишь, ждешь чего-то. Я думаю, со временем ты подзасыпаешь. Хорошо. И, наверное, тебя будет... Ты снова будет... Ты открываешь глаза... Я раздрагиваю. Да, видишь, перед собой стоит молодой человек. Лет 20-25, наверное, святополосый. Приятная внешность. Он смотрит... Ты видишь, на нем белая форма и бейджик. Там, Джастин написан. Он смотрит на тебя. Мэм, вы что здесь делаете? Вы почему не в своей комнате? Вы... Вы... Вы не поверите. Я... Ко мне... Ко мне ночью кто-то ворвался. Господи, почему так говорю? Неа! Бле! Ко мне кто-то ворвался. Я... Я очень сильно испугалась. И... Ну, я уверен, это... Мужчина в такое... Мне было так страшно. А вы уверены, что это вам не приснилось, мэм? Все-таки... Знаете, у нас часто такое бывает. Горный воздух, он сильно действует на... на уставший разум, скажем так. Возможно, вам показалось. Может быть, страшный сон. Это было так реально. Я понимаю, понимаю. Я... Новая обстановка, горный воздух, опять-таки... Нет, вы должны проверить, все ли в порядке. Конечно, конечно. Покажите мне, где ваш дом. Он с тобой вместе встает и топает. А можно... Можно как-то повесить еще одну... крепление. Как вообще кто-то мог ворваться в мой номер? Давай, паркенем с тобой, условно, назовем это убеждением. Первый образцов я сегодня сделаю. три. Он смотрит на твою дверь, закрывает и открывает. С вашим замком все в порядке, мэм. Может, немножко поизносился, но... Уверяю вас, когда... Как только нам поставят на его замки, я обязательно вам его поставлю. Может быть, вы по описанию знаете этого постояльца? он... 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 Угрозал мне, сказал убираться отсюда. Может быть, это был его номер до этого? Может быть, кто-то жил здесь и не уехал? Если бы кто-то сюда не уехал, мы бы его нашли в номере небольшой. Мэм, я думаю, если даже это кто-то из местных постояльцев, вы можете описать мне его. Я... Это старый мужик. Мужик? Мужчина. Да? Кожа его словно усохла. Мне... Мне было так страшно. Он держал меня за руку. Не переживайте, мэм. Не переживайте. Все будет хорошо. Я отыщу человека с усохшей кожей. Да. Я очень-очень испугалась. Хорошо. Пожалуйста, помогите. Конечно, конечно. Не переживайте. Как я буду спать? Это же... Это же все влияет на мое психологическое состояние. Не переживайте. Вы проведете пропал процедуру сегодня и вам полегчает. Я думаю... Возможно, это и за стрессы, переезды и все такое. Я думаю, пару процедур и больше такого вам видится не будет. А... Никто не жаловался на такое. Только я одна? Может быть, опросите других постоять. Поверьте мне. Поверьте мне. Я вам уже сказал, очень многие, когда приезжают сюда, в первые дни им видится всякое. Опять-таки, горный воздух, сложности переезда, стресс, который не успел... я понимаю. Я понимаю. Не переживайте. Как я уже сказал, все будет хорошо, мы о вас позаботимся. Мы здесь для того и делаем, мы здесь работаем для этого. Все нормально, может быть, скоро завтрак, спускайтесь на утренний завтрак, позавтракайте. Я думаю, вам все будет хорошо. Конечно. И он, наверное, оставляет тебя в коридоре. Я думаю, вы в это время выходите из своих палат, заспанные такие, подтягивайтесь, такие, да, хорошо. А утренние процедуры, это, собственно говоря, завтрак, после завтрака вы можете располагать вашим днем, как хотите. Вам, пускай так, вы спускаетесь на первый этаж, вас, как новичков, инструктируют, говорят, мол, за завтраком вы выходите на кухню, небольшой зал, не кухня, а столовая, небольшой зал, где собрались почти все люди, которые здесь живут. И, как я сказал, этот человек, пускай будет 15-20 вместе с вами и новыми приезжими. Вы все видите тех самых людей, которые ездили с вами вчера, вы видите, остальные, кто здесь сегодня сидит, где-то того ты не видишь. Завтракайте, вам просто инструктируют, что вот есть сегодня такие-то процедуры, вы можете посещать любви в течение дня, потом обед, после обеда у вас свободное время провожения, делайте, что хотите. Ну, я, наверное, войдя в комнату, где как раз в столовую, начинаю не из этого выискивать знакомые лица, и, наверное, иду к Джону Хамфри. Джон Хамфри. Джон Хамфри это кто-то перекупил гостиницу. А, кто-то перекупил гостиницу. Я Клейтон Фуллер. Клейтон Фуллер. Я, наверное, подхожу к Клейтон Фуллер. О, я вижу, вы запомнили, простите, не могу ответить взаимностью. Альберта Блинкин. Очень приятно. Ты видишь, что я, как сказать, ну, сменилась, естественно, дорожную одежду на какую-то домашнюю такую лёгить, и драко шерсти и тогда уже элегантно, по-прежнему. В этом плане ничего не изменилось. Если угодно, разделим завтрак, и вы уже решили, какие процедуры сегодня собираетесь записывать? Не знаю, ещё не решил. Решил скорешиться, так сказать, с людьми нашего возраста. А тут одни только старики. Где ещё та вот китаяночка? Я думаю, начну выяснить. Вы увидите, она сидит один за столом. Я, наверное, Ну, я, наверное, под носом такая как раз металл из туда-сюда, куда сесть. Ну, подбегаю. У меня маленькие ножки, поэтому я очень... Окажите нам честь, мистер Блинкен, моя фамилия Фуллер, если может быть, вы успели запомнить о вас, простите. А, Сюнь, У. Очень приятно. Мы здесь с мистером Блинкеном как раз обсуждаем, что людей приблизительно нашего возраста сегодня в санатории не так-то и много, и поэтому неплохо бы на ближайшие две недели сколотить интересную компанию, тем более, что после обеда мы уже будем предоставлены сами себе. Я слышу здесь прекрасные виды. Да, я думаю, мне стоит проветриться после... после ночи. я специально задеваю тему. Я это не слушаю. Простите, не спалось, наверное, да? вы не представляете, что произошло. Я спала и чувствую томный взгляд на себе, и я проснулась, а на моей кровати сидел какой-то мужчина, кожа его словно иссохла. Он держал меня за руку, я и так испугалась, но персонал сказал, что мне все покрасалось и победилось, но я уверена, что это не так. Я не сумасшедшая, не подумайте. я, наверное, перегадываюсь. Слыхали, мистер Бленкин? Да. Думаю, по-любому этот старикан или кто это не был, зашел и домогался к вам. Господи, нет. Мистер Бленкин, мистер Бленкин, не торопитесь пугать нашу чаровательную спутницу. Мисс, я нисколько не ставлю под сомнение, я вижу, что вы действительно напуганы и подозревают, что у вас есть всяческие основания, но все-таки вынужден спросить, то есть мы верим, что это не было как-то кошмарным сном. Мне не за ругода пробуждения сегодня приснилось, как я в деталях, приснилось, как я снова защищаю свою докторскую диссертацию, а потом вдруг обнаружилось, что я стою посреди аудитории в пижамном костюме и на этом моменте я пропустил от выжгучиваю чувство стыда. Но сон был очень ясный и реальный. Нет, я так испугалась, я точно я проснулась, я сразу спустилась вниз и сон все-таки взял свое и я заснула уже на первом этаже. Поэтому я стоп-лицентов не спала в тот момент. Это не был сон, я чувствовала. Мне снились космары, но такое это взял. Мисс Ю и У. Мисс У. Правильно? Синь. 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 этажа или ВИП отдела этого пансионата, кто по ночам пробирается к таким молодым дамам, а местная администрация его покрывает. Может быть, но он четко и явно сказал мне бежать отсюда. Я думала, что может быть это постоялец, который не уехал. И может быть он был заселен в эту комнату, а тут я и он в общем я не знаю что думать. Я отхлебовал солидный голодов кофе? Фантазия у вас работает, что она без тормливки должен признать? Ну давайте все-таки попробуем успокоиться, успокоить вас и обратиться к фактам. Ваша версия, конечно, блищет известной экзотикой, но тем не менее я все-таки ну мне доводилось до этого останавливаться в певершами. Во-первых, тут у них всего лишь ну можно считать два жилых этажа, потому что подвальный этаж занят под процедурную. И честно говоря, если бы этот загадочный извращенец, которому вы говорите хотел, искал бы здесь где скрыться, боюсь, он потерпел сокрушительное фиаско. Хотя, ну, скажем так, жил я долго, видел много и удивиться нечего. Но это все похоже на начало любопытного приключения. Так что, друзья, мы согласен. Пока мы его не найдем, этого извращенца. Спасибо, спасибо, что хоть вы верите мне. Пускай в этот момент видите, как с одного стола стоит женщина с возраста женщина с седыми волосами кучерявыми, даже пускай смотанными сзади в кучок, она встает в халатике такая, что-то говорит своему товарищу, с которым сидела, и улыбаясь встает и подходит к вам на столик «Доброе утро! Разрешите, я присяду?» Она присядет и говорит «Ребекка, Ребекка Таки, всегда рада поприветствовать новых постояльцев, всегда интересно познакомиться с новыми людьми, поболтать на разные темы, узнать людей. Люблю разговаривать с людьми, узнавать новых». Взаимно, взаимно, миссис Такер. Клейтон Фуллер к вашим услугам, скромный преподаватель астрономии. Мои компаньоны, я думаю, представятся самостоятельно. Блинкин. Очень приятно, очень приятно. Очень приятно. Такая экзотическая дама у нас здесь сидит. А и надолго ли вы? На две недельки как и планок все во все? У меня в планах не задерживался дольше. Лекция студента, научная работа, и эти две недели, я признаться, выкровился зарядным трудом. Понимаю, понимаю. А вы, господа? Ну, так же, после пояснения в сафари помыливает спинка. Говорят, что тут их можно вылечить. Все так, все так. Весьма интересные процедуры здесь проходят, когда, знаете, омолажим. Буквально чувствуешь этот горный воздух и воду родниковый, которые буквально все ваши кости промывают прям приятно. Солей нет, все выходит, все лишнее. Чудесно, чудесно себя чувствует. Здесь из Такера, вы уже успели спробовать эту знаменитую барокамеру, про которую вчера простоялся так пышно мистер Тейлор? Конечно же, да, да, побывал. Весьма экзотические, должно сказать, ощущения. Но, как говорят, лечит, лечит, лечит. Пока, честно сказать, не почувствовал особых изменений, но вытверждают, что оказывает влияние. Немного полегче стало, знаете, как будто бы пару килограмм сбросило, но все-таки пока жду результатов более серьезных. А вы, простите, уже отдыхаете здесь какой день? Я здесь уже недели три, наверное, четвери, да. Собираюсь вот, может быть, через недельки-две вместе с вами возможно уезжать. Как пойдет, как пойдет. Что ж, это говорит о вашем высоко ответственном отношении к собственному здоровью, если вы решили устроить такую программу оздоровления сроком на более чем месяц. Что вообще интересного происходит в Мистакер? Ну, понятное дело, здесь тишь и гладь, горный воздух, санаторий, ну, в любом же обществе. бывают какие-то любопытные зарядные студии. ничего такого замечательное место. Воздух, горные, минерализированные воды. Все хорошо в целом. Ничего не сказал бы, что какие-то здесь случаи. Довольно скучно, можно сказать, по меркам города. живем. Вот. Наверное, пока она болтает, а ты, наверное, сделай мне проверку. Я смотрю на нее очень подозрительным взглядом. Я тоже хочу проверить. заявка будет конкретнее, но мне кажется, что может быть, по крайней мере, просто ты так передаешь ее реплики. Мне кажется, что она как будто чем-то или обеспокоена, или немного нервничает. Я развлекаю ее светской беседой, пытаюсь присмотреться к собеседнице. все накипает. Если действительно так, может быть, мне кажется. Один. Ну нет, видимо, она своими жестикуляцией и всем остальным она так вас отвлекает от всего, что можно было. Ну, в таком случае я успокаиваю. Если хочешь, ты уже можешь кинуть. Наверное, просто показалось. Ну, почему бы и не кинуть. Десять. Ну, в таком случае, наверное, ты видишь, что она болтает, болтает. Спустя какой-то буквально минуты три поболтав с вами. Ну, что ж, господа, спасибо за приятный разговор. Мы еще увидимся на процедурах или еще где-то. Сегодня, я смотрю, погода налаживается, хотя холода обещают, поэтому будьте аккуратны, надевайтесь потеплее. Может быть, увидимся день на территории санатории. Она встает, кивает вам и поворачивается и уходит. Ну, а ты примечаешь, что на стуле, где она сидела, она под стул обронила бумажечку. А, ну, я тогда говорю, о, поставите, вы тут... о, не-не-не, все хорошо, я пошла. Я надо убегать. о, какая странная женщина, она тут обронила. Я поднимаю. Давай, я напишу содержание бумажки тебе в личку, чтобы у нас некая интрига сохранялась. А озвучивать ее или нет, будешь решать сама. Интересно, интересно. в этот момент, я бью Хемфорда. Хемфорда? Хемфорда? Я? Фуллер. Клейтон. Фуллер. Клейтон. Фуллер. Хемфорда. Я помню, что Клейтон что-то там. Фу-ка, Клейтон Фури. Клейтон Я тебя завиду. Подожди, давайте я запишу. Только сейчас дошло. Клейтон Фури. Вот. Фури. Тяжелый ровчий день, прости. Я вообще сначала записала Клейтон Хулио. Хулио. Хорошо, как хотите. Я допиваю кофе, начинаю вылизывать мех и говорю довольно приятная леди. Из-под этих стрелька все время что-нибудь высыпается. Вот тут и бумажка. И мисс что она обронила? Вы, наверное, видите, как мои узкие глаза расширились очень широко. в лесу вы чем-то напуганы? Да. Ну, есть легкий повод для беспокойства. все в порядке. Я пытаюсь как-нибудь незаметно может быть протянуть записку. вы только не подавайте виду. Все хорошо. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Заглядываю уже чувствую плечу. читаем, что написано. А, точно, вы же не видите. Там написано «Остерегайтесь, за вами следят». И все, да? Да. Так, хоп, и вот так делаем обманал. И, возможно, в этот же момент ты чувствуешь, как острие ножа начинает упираться тебе вбок. Мне вбок? Да. Я тихо-тихо говорю «Возьми нож». За нами кто-то стреляет. А давай прокидем с тобой условную скрытность? Я хочу ему тебе дать нож. Я понимаю, да-да. Могнат ножей. Я думал, ты культист поговорил. Я хочу добавить две решимости. Их не надо доброска делать. доброска. Ну, прошу прощения, тогда нет. Такого пусть ты тышит ты черпакову нож. И, наверное, ты не примечаешь, как к сзади к вам подходит один из двух персоналов мужичок. Наверное, один паренек светловолосый, который тебя там встречал, а второй темноволосый такой. Весьма молодой парень, тоже довольно символичным подходит. Господа. Можно тоже сделаю проверку скрытности? разглядеться, сначала не понять на мере Блинкина, я понимаю, что персал явно посмотрит на это косо и полой пиджака просто прикрываю. Или нет? Ну, он уже провалил? Ну, он вам провалил, так провалил. Он подходит, говорит, господа, простите, вы, конечно, что у вас? понимая, что смысла прятаться нету, я достаю кто? Блинкин 2000, стриё ножа, которым можно бриться. Таким же, только меньше, я вспорол брюхо новозеландскому как вы видите, это тревожит наших посетителей. Вы не могли бы сдать ваше холодное оружие мне, я вам отдам по выезду. У нас, к сожалению, запрещено хранить при себе какие-либо-либо виды холодного или горячего, или огнестрельного оружия, поэтому прошу вас прийти, более не устраивай. Благодарю. Он забирает нож, кладится удачным отдыхом. А вы и нашли? Это другой. А там, ты сказала, двое подходят. Один подошел. Я один из двух подошел, да. Их всего двое, один из двух подошел. А, ну все, пойдем. Я открою нам вторую карту, потому что одну я использовал. И вторая карта это восьмерка червень. Хлажность двойцы. Я в полголоса наверное еще поездацию. Мистер Блинкен, что означало ваше представление? Вы напугали леди и переполошили персонал. Ты же читал записку. Читал, ну и... Это только подтверждает, что он за нами пристально следят. Пристально следят. Пристально следят. Я, наверное, под вашим влиянием поддержал тоже немного голос. Помилуйте, да что за шпионские романы? Кому здесь это надо? Здесь тихое место, обычная гостиница. Ну, разве что с некоторыми физиотерапевтическими процедурами и вы думаете, что... Вы всерьез думаете, что здесь может скрываться что-то? Если бы на вашей кровати сидели мужчины и трогал вас за руку, я думаю, что вы бы не так говорили. Я думаю, да. Скорее всего... Ну, хорошо, хорошо. Ладно. Ладно, Миссо. Вы меня убедили и вы, мистер Блинтин, тоже. Я не сумасшедшая. Я пришла... Приехала сюда в отпуск и полечить свои колени. Я тоже. И надо сказать, ну, я буду очень возмущен. До предела возмущен, если мне почему-то придется прервать этот отпуск. Я ждал два года, чтобы выкроить две недели и лучше привести в порядок свое здоровье. Печень, знаете, с газами начала пошаливать. Ну, знакомым, знакомым. Автобус-то сюда приезжает раз в две недели. Да. Раз в две недели. До этого времени мы точно найдем того и творчества. Определенно. И отпуск варшке не придется. Ну, разве что смерть. Мам. Простите, мисс, о, вы по профессии... А, я прошу просения, я писатель. А. Значит, я оказался... Я широко улыбаюсь, жестом прося не набираться на мои слова. Значит, я оказался в обществе людей с замечательной фантазией. Ну, нет, простите меня, простите, я ни в коем случае не... Я не пишу триллеры или детективы, я пишу романтические истории. Ну, это точно не начало романтической истории. Это точно не начало романтической истории. Спокойно, спокойно. Я вспоминаю мужика, который трогал меня с ароматом. Предлагаю совместить приятное с полезным. Давайте распределимся по разным терапиям, процедурам. Там поищем, вдруг этот извращенец появится где-нибудь там. Хотя, мышего в лицо не видели. А если он нападет? У него такие опустошенные, опущенные глаза. Кожа стройно свисает. Бейте сначала в пах, а потом в глаза. Да. Но он был очень высокий, а я метр сёвок девять. Проще попасть в пах. Когда согнется, будет проще попасть в глаза. Слушайте мистера Блинкина. Я подозреваю, что он знает о том толк. Человек по всему суде бывалый. Так мистер Блинкин. У меня разные были по бизнесу. Так. Ты чай не пишет так и помер тот лев. А потом ножом его. А потом не помер лев, а это нож. Но потом ножом спротрошил. Достаточно неплохо. Вася, есть нос? ножом ножом. Видели мой чемодан? У меня всего две рубашки и двое штанов с собой. Я так полагаю, что остальное замечательное продюсер. Самой. Новые клиенты на дороге не валяются. Я в высшей степени мирный человек, поэтому давайте условимся. Это странно, это загадочно, но давайте сначала, по крайней мере, попробуем воззвать к своей логике и пытаться просто что-то разузнать про то, что происходит здесь в санатории. Может быть, вы и правы, мистер Блинтер, может быть, это просто какое-то местное сумасшедшее, о котором персонал может элементарно не знать. Он может быть совершенно безобиден, но тем не менее напугать всех. Мне признаться, это тоже стало не по себе, если вдруг я буду сидеть в знаменитой баракамеди, а куда не возьмись, в темноте появится старик. Кстати, вот еще достаточно простая, но неплохая примета. Вы говорите о Миссуу, что он был очень пожилым человеком. Все так? Ну, как видите, мистер Блинтер, глубоких стариков здесь все-таки нет. Люди, конечно, в возрасте, но там не совсем уж люди в возрасте или? Да, ну, есть люди, которые все-таки постарше, прям вот, не скажу, что там прям за сотню, но разные. Здесь варьируется возраст, наверное, от, может быть, 50-55, тире там 80. Из молодежи, пожалуй, только вот эти два прислужника, охранники. Запомнил, ищем старика. Ладно, в любом случае, пойду я на какую-нибудь процедуру, я не могу, а то что-то мы пока только языком трепнемся. Пойду на процедуру, там, может, поспрашиваю кого-нибудь. Главное, мистер Блинкель, никогда, как бы, кем бы закланчивым вам не показало словосочетание, не соглашайтесь на сумаклавную ламну. Уже звучит интересно. Что это? Не так, выглядит это хуже. Это клизма с огромным количеством воды. Я раз чуть не попался, хороших сосед по номеру отговорит. Ну, может, это как раз я так бьюсь по животу, потому что мне нужно. Если что, вот, обдадите внимание на такого человека. О, еще одно обнаруживаете недюжинный по-моему художника молодого красота. Некто еще так красиво мой портрет не рисовал. Шучу я. Ну, что ж, я предлагаю действительно отправиться за тем, зачем мы здесь собрались, поправлять здоровье. В конце концов, даже если это действительно какой-то местный сумасшедший или просто неумный шутник и чудак, согласитесь, спорировать за него он столь долгожданный для всех отдых, но это как-то совсем в общем мне это не подходит. Я слышала, что у вас номер 312. 13? Не 12, а у меня 311. И прям друг напротив друга. Правильно? Нет, следующий номер. Прямо следующий? Рядочек. Рядочка. Может быть, это покажется очень глюпа с моей стороны, но может быть мы с вами поменяемся хотя бы на одну ночь комнатой, чтобы удостовериться во всем. Яна, ты видишь широкую улыбку, усы растопорщиваются куда-то, моржовывают эти усы. Думаю, что нужно будет в этом случае взять мой Блинкин 3000. Послушайте, кстати говоря, ведь мы можем ну я ни в коем случае не сомневаюсь в ваш так сказать подвиге с Миссом Блинкин. А может быть я еще больше поддержаю угол, а может быть нам лучше устроить настоящую засаду? Скажите, в вашем номере есть беспорядка? Ну у меня есть шкаф. Шкафу хватит места для двоих. Яна посмотрела свою прозу. Отлично. Пока вы вместе вместе с господином Фуллером будете прятаться в шкафу, я возьму на себя руль приманки. В Африке уже такое было. и не один раз. Хорошо. Хорошо. Ну и если злоумышленник решит причинить вам какой-то вред, то во-первых вы будете вооружены, хотя конечно не хотелось выпускать оружие. А во-вторых втроем вы сможете его узнать и втроем мы уж точно сможем поймать негодяя с поличным, обезвредить и передать друге полицию что-то. Заводить дорогу. Наказанно пугать людей. Возможно. Полиция тоже вариант. Итак, план готов. Я полагаю, что теперь нужно насладиться всем, чем можем приложить в санаторий. у меня такой вопрос. Мы в прошлый раз когда играли в жуть английскую у нас были какие-то перки. Да. Тогда мы делали. А сейчас сейчас наверное я подумал что нет смысла потому что разница в сложности варьируется так или иначе. Поэтому у вас есть только решимость. мы еще по-моему в прошлый раз брали карты и передавали их другим. Как я говорю, вы можете менять, давать карту любому игроку, если они находятся рядом. любому игроку заявлять об этом надо. Я бы сюда представила сейчас как я прошу поменяться номером с Альберто и этот старик в эту ночь идет к Альберто чтобы предупредить его. Ну мы наверное действительно что если никто не против то мы на процедуру. кто на какую процедуру хочет попасть потому что по вашим желаниям. Я обманывание кальцием. А обмазывание чем? Кальцием. Главное чтобы не глистами. Я обмазывание глистами. Я соглашусь на душ Шарко. Ой здесь не больный ублюдок. А самое крутое это вот эта барокамера да? Да. О нет я кстати барокамеру пойду если будешь обмазываться мне попробовать интересно. Я кстати один раз ходила на душ Шарко и упала там вопр Что это такое прошу прощения ? Ну там душ когда тебя поправила суш когда у тебя сильным напором прям охренали сильным напором горячей воды и там пар мне плохо душ душ это вообще процедура истязание на самом деле я к слову забыл прочитать нам 7 келтон закинул косарик со словами сколько детей погибнет сегодня я вас по привычке сегодня только старики ну тогда я хочу добавить что наверное в этот момент мой Альберт наверное обожаю бутербродики с маслом хорошо вы расходитесь по спрашивая может дорогу потому что персонал все таки не так много может быть да вы спрашиваете дорогу о персонала вы расходитесь по разным процедурам ты идешь в отстране кальцием ты заходишь в небольшую камерку где стоит бидон с кальцием ты так это и делаешь ты спрашиваешь у кого-нибудь из места которые здесь проходят посетители они тебе подсказывают что кого-то потому что персонал заничат всем другим делами и ты стоишь на себя обмазываешь кальцием как бы он не выглядел я сейчас про глистов будет интересно послушать ты примерно то же самое только против бидон с глистами давай к тебе я представляю как этот снимает халатик и потихонечку погружается может быть там такой бассейн в нем вода наполненная что там кальций содержит мела не знаю наполненная мелом ты в него так погружаешься чувствуешь холодный приятный ощущение на теле которое слегка покалывает тебе кальций чувствуешь как он проникает я в кости такая накаменечная ну вот пока все хорошо ты ты идешь к большой барокамере здесь сейчас ходит множество посетителей и подойдя к какой-то самый посетитель направляет куда идти ты подходишь к большой железной двери которая ведет к барокамеру и тебе дорогу преграждает ну пускай Марджори эта высокая женщина остановится перед дверь говорит к великому сожалению говорит на смотреть по сторонам барокамера сейчас недоступна о печально можете посетить позже печально миссис Тейлор печально но ничего страшного когда откроется ближе к вечеру как скажете а может быть порекомендуете какую-нибудь другую процедуру на ваше усмотрение замечательная процедура обтирание глистами боюсь мне не преодолеть природную брезгливость ну тогда я в душу кучу дед рядом проходит да глисты это классно советую они так щекотят тебе морщинки выпрямляют их таким образом дед морщиностый скажи дед не прям мыть как сквидер теперь принимает подбуз глист красивый сквидверт да хорошо ты отходишь у меня сделалась еще одна карта поэтому не дену следующую на секундочку и это девятка пик сложность растет уходила это это значит что в конце возможно нам повезет а можно блин надо бы конечно было сделать до заявки но я все-таки рискну попробовать я блин а что попробовать то у меня нет каких-то не я ничего не буду делать у меня в принципе нет для салони не заверять миссис Тейлова поэтому я пожав плечами иду в душ иду в бассейн ныряешь чувствуешь как там червячки ползают по твоему телу как в Африке ностальгия да упрямляет твои морщинки ты плаваешь в этом бассейне один барахты есть в этом изобилии ты наверное когда ты шел сюда в коридоре никого не было все сейчас шляются в другом крыле здания никого не было и сейчас плаваю в этом бассейне один после процедуры все-таки с глистами ты плаваешь в бассейне просто чтобы смыть себя вот это все плаваешь в бассейне и внезапно ты видишь что за дверью ведущих в бассейн там матовое стекло которое светом с другой стороны с коридора свет падает на это стекло ты видишь что там напротив стекла стоит тень тень которая возле двери как будто бы ну прислушиваться или присматривается я наверное вижу эту тень вспоминаю об извращенце как я его сам для себя решил избрать наверное то есть там матовое стекло он не может меня это самое видеть как я не могу видеть его тогда я наверное плыву 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 подплываю как бы к выходу начинаю подниматься вот и тихонечко хочу подкрасться чтобы резко открыть дверь намеряй пригоршу глистов еще чтобы делаем их проверять очков 20% ребята 20% единичка наверное как только ты начинаешь подниматься из бассейна твое грузное тело начинает давать большие звуки да и ты видишь как человек за буквально может быть даже ты понимаешь как бы шумный смотришь вниз потом смотришь наверх видишь тени уже нет и ты слышишь торопливые шаги которые в коридоре я все равно хочу попробовать ты подбегаешь к двери открываешь резко смотришь и в коридоре уже никого нет в коридоре абсолютно пуст недовольно качаю головой и иду одеваться да окей ты одеваешься никаких проблем нет и думаю после всех процедур вы вечером встречаетесь уже за ужином чтобы нам немножко все это сократить или если какие-то заявки есть что заранее то пожалуйста если нет да в принципе ну я думаю наверное пока еще нет в таком случае ужин ну ну что ж друзья мои я надеюсь что выгляжу так же хорошо как и вы а вы выглядите очень помолодевшими мест думал я их всех вентиляции у меня наверное еще белый налет который уже застыл гипс я после душа в сиди как сижу вот так я вилку держу встретились с этим у вас точно обладительница я описываю что видел какую-то тень но не успел добежать она убежала может это тот самый из-за вообще нет ну или может быть просто один из местных работников который следил чтобы уйдем в глистах это уже было после глистов но в любом случае зачем тогда убегать почему-то не зайти здесь соглашусь странно я думал что кто-то из работников просто постучался и спросил все ли у вас в порядке видите это все не просто так за нами за нами ну вот слова той женщины меня и вправду немножко напрягли к слову наверное вы ее видите она может быть сейчас как раз заходит в столовую где все уже кушают слышно звук посуды видите что она заходит немножко такая наверное вы примечаете что она немного как будто бы осунулась как будто чуть стала выглядеть старее что ли если она была утром такая бодрая еще знаете как она выглядела живненько сейчас она немножко такая и как будто немножко подостарела может быть спросить у нее что это значит я ну киваю наверное тебе если стайкеру откажите нам честь да меня зовут сейчас она видите какой-то уходит и озираясь по сторонам странно идет к одному из столиков подходит там какие-то деды сидят за этим столом смотреть на нее недоуменно что типа тебе надо она такая добрый вечер а ничего и она поворачивается и видно что уходит из стола это очень подозрительный считаю 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 что нам нужно поскорее доужинать и попытаться навестить эту самую как ее там маргарет хэмфорд она-то точно хэмфорд надо как-то узнать надо узнать узнать в каком номере она прозевает да и вы же помните что у нас сегодня по плану ночная засада охота с борзым и так далее и тому подобное да конечно все в синюю спасибо может быть вы видите сейчас заходит из-за кухни в столовую выходит марджери марджери выходит с бумажкой в руках и говорит господа спешу вас оповестить что барокамера откроется через полчаса желающих прошу записаться у меня я сразу напоминаю себе кричу свою фамилию фуллер пожалуйста я вы помните мы видели сегодня днем около барокамера я вас записываю еще желающие есть ну запишите блинкин еще блинкин там еще может пара человек называется на ночь я думаю днем барокамера не работал я решил хотя бы вечером не упустить своего у вас хватит времени за ночью так что никакие наши планы не будут а я поздравляю пойду на процедуру где рыбки кушают с ноги тоже но я бы вам все таки советовал поискать эту там как маргарет так и по-моему ее звали ребеккой но не суть важна именно мистер блинкин я вообще полагаю что если уж мы решили даже сегодня вечером держаться вместе так чтобы поймать как вот шутника или негодяя по личным не стоит наверно вниз оборудовать хотя в принципе не стайкер а честно говоря у меня двоякое ощущение с одной стороны мне придется обратиться к персоналу мы так и не поняли кто следит за нами как бы мы не накликали беду на эту у женщин а может быть это была угроза вообще но мне одной очень будет некомфортно в таком случае давайте вы не будете ничего предпринимать дождетесь кого-то из нас для нас обоих с процедурой и мы попробуем если вы что-то выяснять то объясним в каком моменте согласен я если что могу посидеть поработать над своей книгой напротив ресепшена может быть кого встречу может быть и ее встречу кстати можете если все-таки встретите Артура Тейлора супругу этой строгой дамы он провел на меня впечатление человека более лояльного к постояльцам может быть спросите его почему Бенец хорошо это отличная идея я не думаю он добродушный малый я не думаю что будет большой секрет просто назвать номер кому-то мало ли зачем вы можете заходить и увидеть месяц таки а я так и сделаю ну а мы постараемся заставить себя умножать согласен давайте посмотрим на эту барахамеру я пожаловать на новую карту потому что почему нет восьмерка пик радует стало немножко полегче вы идете в барахамеру вдвоем ну в шкафе получу барахамеру ну мы же не вместе мы же поочередно окей вы подходите вниз возле входа в большой железной двери стоит темноволосый паренек я пускай светлый волос которого видела господи сюи он встречает вас с кивками говорит господа в барахамеру по одному да да конечно вам уступить мистер блин выступайте разведываю обстановку и вернусь хорошо тогда отправится мой товарищ у нас кто по возрасту старше молодой ну мне где то 54 ну мне 35 он говорит я бы посоветовал вам на самом деле пропустить джентльмена вперед потому как скажем так сейчас барокамера настроена для организмов более старшего возраста кажется вы когда едут мистер блинг пожалуйста я думаю процедура не длится слишком долго едут массаж безусловно буквально сорок минут сорок минут вам придется поскучать мистер блинген а там уже поменяемся и достану ну я он заходит открывает дверь наверное тебе альберто виднеется большая большой чан металлические без единого шлюза шлюз наверху по бокам никакой окон ничего такого нет большой чан тупо цистерна и вы заходите вдвоем дверь за вами закрывается ну пускай пускай так наверное пока ты ждешь пока все процедуры там происходят ты ждешь и чувствуешь что со временем становится холодно прям очень холодно отопление вроде бы работает батареи стоят слышно как по трубам бежит вода но как будто бы откуда ни возьмись появляется дикий холод даже может быть дышишь и чувствуешь как у тебя за рта пар выходит я наверное начинаю осматриваться я подхожу к барокам она полностью как бы закрытая да? дверь металлическая закрыта и барокамеру ты не видишь а барокамера находится в комнате ну внутри в комнате да в комнате перед тобой дверь металлическая ну я думаю с врожденным любопытством присущим альберто я захожу пытаюсь как бы ну возможно подойти к двери посмотреть аккуратненько открывается ли ручка двери и можно ли попасть в эту комнату давай восьмерка сложность семь в таком случае подключиться к ручке двери ты почувствовал что холод идет прямо оттуда как будто бы там холодильник понятно понятно я подмечаю его слова хорошо продолжу ждать здесь и наверное и я хочу подойти незаметно к этим трубам и потрогать эти трубы понять холодные они или горячие ты подходишь трубы потрогаешь мне даже ничего кидать не надо трубы теплые угу холод идет именно сильный холод идет именно из барокамер комнаты барокамеры и я тебе напишу сейчас что это происходит что у нас интрига сохранялась а я наверно в этот момент что-то все обдумываю обдумываю нездоровая какая-то ерунда творится и я наверно ну там никого нету черненький куда-то отошел или он там где-то стоит он останавливается возле двери стоит рядом я наверно что-то у меня настроение пропало от этого холода после вашего ужина простите рвет мне одно место если что перенесите мою бронь на следующий день очень сожалею о таких событиях мы обратискажем повару который является совладелицей может от глистов это и я ухожу скорее всего и ты уходишь да да мне ухожу ну я наверно не ухожу прямо я куда-нибудь выхожу и прячусь дожидаться фуллера хорошо проходит те самые 40 минут ну может быть ты уже сделал какое-то время поэтому больше меньше времени дверь открывается и выходит ну ты видишь в белом халате да что я выхожу я выгляжу прям ощутимо свежо у меня процедура видимо была готова подействована что я лежал в подсоленной воде без всяких там средств связи и так далее ну у меня знаешь может быть тебе это окажет у меня даже цвет лица как будто бы изменился у меня какие-то проблемы с печенью они могут быть болезненно желтые сейчас такой достаточно здоровый наверное парень тебя встречает с черными волосами с белыми волосами был там с тобой он наверное сейчас подготавливает к следующему посетителю аппарат с черным парень тебя встречает все прошло удачно великолепно 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 а мистер Тейлор говорил про вот вашу чудодейственную камеру еще вчера когда мы только приехали но я честно говоря думал что он преувеличивает это правда самое передовое это я с хрустом потяиваюсь разминаю кости самое передовое достижение науки на данный момент чудесно удачного отдыха благодарю вас ну я наверное где-то тебя поджидаю за углом когда ты выходишь как ну чё как оно прекрасно ну я думаю вы слышали как я уже рассыпался в комплиментах работнику гостиницы это замечательно просто замечательно тут как будто прохладнее стало мне кажется что это мороз мороз шел холодильник я даже подношу руку замеспокоившись к рту ну скорее всего вообще мелко любез вообще эта вещь называется камерой сенсорной депривации барокамера это довольно такое условное условное слово вот и там обычно используют подсоленая вода насколько я помню вот ну я могу чувствовать после моря вот да нет судя по всему это была обычная соленая вода ну я читал про эти камеры а вы говорите что холод шел прямо оттуда я не ощущал дискомфорт то вода была достаточно теплой странность да и только ладно я мог быть еще раз так рябкою признаться мне стало как-то не по себе мистер блин там хочется переодеться что ли чтобы чувствовать себя более уверенно а вы не собираетесь перенес перенес это все действие на завтрашний день но тем не менее все-таки насчет камеры должен сказать что как бы здесь не было холодно и как бы она не работала но изобретение это действительно хорошее между прочим который час мы еще не опоздали на ночную авантюру думаю она на то и ночная чтобы и делать ее после всех дел справедливо тогда пойдемте разыщем мисс У согласен и как раз я по дороге заверну переодеваться окей вы топаете тем временем мисс У я наверное вытащу новую сложность это будет девятка червя ну значит больше семерок внутри да позже будет легче наверное наверное ты мисс У наверное ты писала сидела занималась своими письменами думала книги какое-то время провела в комнате и поняла что как-то не я пошла специально спустилась на ресепшн и там занималась своими делами чтобы следить за постояльцами может я увижу мужика может быть я увижу Ребекку либо я увижу Артура у которого узнаю про Ребекку хорошо пускай ты какое-то время сидишь ты видела может быть как проходили вот эти вот ребята черные и белые как называть их так мимо которые контролируют что здесь происходит и пускай ты видишь что спустя какое-то время по коридору идет парень с белой который он ведет под руку женщину которая наверное ты помнишь ее на которой приезжали вот пара мужчина и женщина гуляли в возрасте женщина она идет она вся в слезах прям убивается рядом с ней идет Артур тоже что там ее успокаивает наверное они идут видишь что Артур когда идет людей в коридоре не так много наверное примечает тебя который сидит возле ресепшн Артур такой что-то говорит этому парню с белыми волосами он кивает и ведет женщину собственно говоря женщина может быть ты примечаешь что она бросает на тебя заплаканный красными глазами взгляд буквально несколько секунд и потом отворит быстро глаза Артур направляет их очевидно парень ведет ее в ее номера и подходит к вам мисс о я так понимаю добрый вечер добрый вечер как вы тут добрый вечер добрый вечер ой все замечательно а что случилось а женщина так плакала да видите линии счастья пришло дающий муж ее скончался от сердечного приступа ну люди в возрасте всякое случается знаете в оздоровительном центре к сожалению мы хоть оздоровительный центр но не властны над человеческими жизнями иногда такое бывает что люди просто умирают это горе безусловно 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 к сожалению что пришлось вам с таким столкнуться но я уверяю вас это не частое явление у нас здесь как вы понимаете большая часть посетителей пожилые люди все таки все как говорится подходим под богом поэтому в любой момент может случиться что-то не так видимо слишком оказались интенсивные для него нагрузки как мы ему говорили не ходить в поровни а он ходил в поровни видимо это и сказалось все таки надо соблюдать меры предосторожности так вашим день прошел я не знаю я вам передали ли тот молодой парень с темными волосами мне очень плохо спалось сегодня ночью вы слышали об этом что-то если не ошибаюсь да мне говорили знаете обычно ребята занимаются сами такими проблемами я занимаюсь внутренними вопросами обычно но это очень важно я понимаю для нас каждый клиент важен и серьезен безусловно если вас что-то беспокоит сегодня ночью дайте нам знайте мы что-нибудь да придумаем обязательно установим замок или что бы то ни было уверяю вас это всего лишь ночной сон как вам было пояснено скорее всего это что-то из-за переезда я не знаю что думать вы все убеждает меня о том что это сон но я явно видела это я считаю что вам нужно это заплатиться с этим безусловно миссу если вдруг такое повторится мы с массово разбираемся ну у меня к вам был один вопрос конечно ну не могли бы вы мне подсказать где находится номер ребекки такет о ребекка он подходит к столу собственно начинает листать она вчера подходила и показывала она обещала рассказать я могу сказать сказать я как бы заведующий я могу вам подсказать любое место которое вам нужно по сей день для того чтобы пройти процедуру вам не обязательно искать ребекку любой из персонала вам может подсказать ну я хотела тебя поговорить с человеком который спробовал это на себе миссу я здесь работаю уже больше сорока лет я могу пообщаться с постояльцами а вот так вот они гуляют а я слышала что у нас здесь уже две три недели все так все так мне бы хотелось узнать о нее вообще куда здесь можно пройтись я не хочу слышать от вас потому что вы мне прорекламируйте здесь все несу мы настроены на то чтобы наши клиенты занимались именно тем чем им удобно ни в коем разе не собираюсь вам навязывать какие-то услуги вы не хотите чтобы я видела с Ребеккой да ну бросьте же вы уволите если хотите видеть с этой замечательной старушкой я не хочу чтобы она лишний раз беспокоилась о том что ну она меня не беспокоит я боюсь возможно я ее чем то побеспокою вот в том то и дело может быть не стоит тем не менее убеждение условное блин тут девяточка ну вот так вот двадцать процентов двадцать процентов может выложишь решительность у меня всего шесть решительность сэкономим я тебя вспомнил на шок подарки с данжо он звучит решительно давай проверим твою решимость проходит ổ foot fantastic у меня десятка хорошее уже вторая твоя десятка да стринки стринки да вторая десятка ну ты видишь под натиском двоихsy убежденных весомых убеждений я скорее начинаю тараторить да хорошо 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 вы перег anciона китайский не заметил как да Да, безусловно, да, да. Хорошо, подождите, остановитесь. Хорошо. Извольте, он смотрит номер. На первом этаже, в северном крыле, номер 237. Только, пожалуйста, не беспокойтесь, ее слишком много. Спасибо. Человек тоже отдыхает. Сегодня я не думаю, что я не пойду уже. Сколько времени? Пускай уже там часов, начало восьмого. Девятого даже пускай. Начало восьмого. Это будет неприлично с моей стороны? Все так, все так, все так. Что ж, смешу, я откланяюсь. Спасибо за ваше сотрудничество. И, пожалуйста, ну, будьте на чеку. Я сегодня ночью с пяти утра спала здесь на десепсионе. Хорошо, мы... Это, конечно, не дело. Вы же знаете, что я очень известный писатель. Конечно, конечно, не знаю. И мое слово очень дорогого стоит. Конечно, Миша, хорошо. Это и в ваших интересах тоже? Да, безусловно, Миша. Не забывайте. Я помню, Миша. Мы, безусловно, подумаем об этом. Доброй ночи. Доброй ночи. И он уходит. Надеюсь. Откройте окно. Тут стало душа. Что ты делаешь далее? Что ты делаешь далее? Я сажусь дальше. Мы же договорились ждать у ресепшена. Хорошо. Я пишу и отсматриваю остальных. Я открываю еще одну карту. И это дама. Напомню, что это означает. Во-первых, каждый выбирает, что вы читаете у себя. Либо решимость одну, либо один дух. Так или иначе. И во-вторых, сложности проверка увеличивается теперь на один. То есть 10? То есть 10. И сейчас я буду, наверное, вам сложности, если вы не будете подкликнуть друг друга, я буду раздавать вам каждому индивидуально. Окей. Ну я из решимости. Сейчас пока сложность 10 общая получается. Я думаю, спустя время ты видишь, как твои товарищи поднимаются по лестнице. Тебе не сообщено. Большие прощения. Не надо воздоровить рецепты. Блинкин выглядит здорово, но я выгляжу свежо, действительно. Наверное, возвращаешь внимание, что я... Барокамера, короче, по-моему, меня прекрасно повлияла. Я, как планировал, уже успел переодеться. А как ваш отдых, господа? Сложно признавать, но, кажется, я засал эти в эту барокамеру. Перенес на завтра. Как бы я не убеждал мистера Блинкина, он не согласился. Но средство просто чудесное. А как ваш успех? Вы знаете, тут горе случилось, я стала... Ну, застала... Женщину... Может быть, помните, по приезду мы видели молодую... Ой, молодую, старую пару. Простите, у меня... Таблетка... Таблетка, она это... Да, кажется, припоминаю. Ну, не то, чтобы в подробности. А, вот это... Муж этой женщине скончался. Говорят, сидящий приступ. Артур и Тейлер мне... Сказать, что... У него случился сердечный приступ. Ужасно. Конечно, жена его очень... Очень расстроена. Ну, это ясно. Я думаю, что может быть утром зайти к ней и... И... Идать наши самые искренние соболезнования. Я думаю, ей сейчас будет отоценно даже от совершенно незнакомых людей. Но к моему прискорбию люди не всегда ответственно относятся к прохождению процедур. Ну, мне уже доводилось... Вы говорите прямо как Артур и Тейлер. Нет, нет. Дело в том, что просто мне уже приходилось останавливаться в первых шагах. И однажды я был свидетелем чего-то похожего. Как один из пожилых постояльцев. Кажется, ему было глубоко за 80. Ну, в общем, он пробовал в Ане с гастами слишком долго. Они вот сожрали... Я так задумываюсь на секунду. Какой кошмар. Кажется, тоже был сердечный приступ. Тогда мистер Тейлор уже работал здесь управляющим. Я помню, на нем лица просто не было. Мрак-мрак. Казалось бы, здоровительный центр не должен убивать людей. Ложки для конца в чашке яд, как говорили на древнем. А, так же я все-таки узнать, где номер Ребекки Такер. Номер 237. На первом этаже так странно, что по западным крыле и такая нумерация. Ну, действительно, нумерация загадочная. И вы что хотите, попробовать навести визит прямо сейчас? А, я думаю, что это будет очень некультурно с нашей стороны. Пожалуй, вы правы. Ну, по крайней мере, если вы мистер Блинкен тоже не возражаете, я бы перенес это на завтрашний день. А сейчас беспокоить даму, которая, судя по всему, и по ее странному поведение, и совсем все в порядке с нервами. Ну, мне бы лично не хотелось. Согласен. Тем более у нас маленькая наша сафари. Ну, а коль скоро, мистер Блинкен, вы его там, самые главные признанные эксперты, где нас троих, тогда вам и карта в руки. А мы слушаем и повинуемся. Ну, как я уже озвучивал, надо тихонечко... Ну, я думаю, мы идем в направлении к номеру уже. Ну, я думаю, да. Я думаю, мы тихонечко заглянем туда, посидим какое-то время, закроем дверь. Поиграем мы, что, в нарды? Пока совсем не стемнеет. А потом вы с госпожой У спрячетесь в шкафу, а я постараюсь сделать вид, что я — это она. И спрячусь с ножом под подушкой. Ну, я надеюсь, что вы действительно мастер маскировки. Но, тем не менее, план мне вроде как не кажется каким-то неизбыточным. Какой у тебя рост? Где-то метр шестьдесят. Я не высокий, но толстый такой-то, бочонок. Я метр сорок девять. Коротыш. В ночи особо никто не будет разбираться. Полезет, так сказать, хвататься, куда не следует. А я его ножиком... Все правильно. Спасибо. Ну, в таком случае, я думаю, мы, наверное, притворяем плаву жизнь. Да. Я думаю, играем в нарды. Или во что-то, в лото. Ну, мы же не будем там с девяти условно, или там с десяти часов. Ну, да, сидеть в силишках, фу, как дебил. Ну, да, тем более, что я плеснулся где-то часов пять ночи. Хорошо. А пускай, пока вы играете в нарды, я так понимаю, вы делаете не в номере или в номере? Я не знаю. Да, я думал, в номере, наверное. Да, я думаю, что, где-то другие есть предложения. Хорошо. В номере, так, наверное. Проходит время, наступает поздний час, темнеет, свет включается, в коридоре свет остается, такой слабый свет. А чтобы было проще спать, будем. Ну, решать, что пора. Забирайтесь в шкаф. Веркин захлопывается. Ты ложишься под одеяло. У меня ножик. Блинкин 3000. Твое тучное тело накрывается одеялом, и вы лежите, ждете. Проходит несколько часов. Кинь, если спишь ты или не спишь. Сложность действий. Причем, если я сплю, то я сплю и храплю. Ну, давай, давай. Так, чтобы стенки шкафа был бы. Нет, ты шкаф. Ну, вот, скорее всего, вы стоите в шкафу и слышите, буквально минуты три. Слышите, как ха-ха-ха-ха. Может быть, я тоже так храпаю. Этот храп отпугивал львов на сафари. Наверное, так. А киньте мне тоже вашу... Почему нет? Не вырубились ли мы? Да, под метроном вот этого парня. Провал. Ну, спустя какое-то время вы начинаете медленно погружаться в сон. Пускай так. Вы отрубаетесь в шкафу, может быть, пригревшись друг от друга, вы выключались. Ты крепко храпишь, но, наверное, в какой-то момент... Хотя нет, пускай. Ну, и все равно... Пускай вы заснули. На утро! На утро ты просыпаешься, сладко выспавшись. Потягиваешься в кровати. Слышишь? Видишь, какого свет пробивается, солнечный свет пробивается в окошко. Ты, наверное, видишь за окном облака, тучные облака, которые не похожи на дровневые, похожи больше даже на снежные облака. Слышишь, как в шкафу... Может быть, видишь, как дверца шкафа приоткрывается, туда вываливается рука. Думаешь, что уберли. Открываешь, проверяешь, нет, спят. Ночью ничего не произошло. Ну, ладно, что теперь делаешь. Представляем, мы выходим из шкафа, закрываем его, а там старик остался. У меня была другая шутка. Мы решаем, что пора заливаем в шкаф, а там вампиров надо играть. Да. Что вы? Ну, я, наверное, от неудобного слаба. Ой, черт, кажется... Я, может, подаю тебе руку, сколько я уберился из шкафа. Скажется, наша засада провалилась. Да, управлялась. Нужно совсем вымыть. Теперь у меня еще и бодит спина, и кажется, все приобретем на и вчера здоровье. Я растерял в этом... Я смотрю на здоровье, на этот шкаф, в этом викторианском чудовище. Да. Простите, господин Фулель. Ну, за то, что вам пришлось пережить такое. Да, ничего страшного. С одной стороны, это было забавное приключение, с другой стороны, я со студенческой скобидинул, что могу выспаться с такой кольдой. А как вы? Дежурил всю ночь, глаз на самку на пол. Ничто никого не было? Ну, вроде как никого. А вы слышали, что за соседней стеной, ну, коль скоро вы не спали, должны были слушать? Кто-то хоропел так, что я думал, что стенки шкафа развалятся. Да? Нет, ничего страшного. Учитывая, что среднюю комнату, это его. Или нет, скажи, чекомой раздал среднюю комнату. Его. Его? Моя 315-я. Моя 313-я. То есть, получается, 312-я. 313-я. Так, вот он есть. Кто тогда хоропел? Несмотря на то, что вы никого не встретили, мы никого не встретили, все равно нельзя просто так оставить это все. Я ведь говорит оправдывал. Может быть, может быть, в этот раз этот, как вы назвали его из врачей нет старый, был в других номерах. Да, он вполне возможно. А может быть, даже и в вашем. А может, он это делает только раз в неделю. Кто же его знает? Я раз в две недели, я раз в месяц. Ну, действительно, тут просто не угадаешь. Но это так странно. Он говорил мне бежать отсюда, сворачивать свои манатки и валить. Потому что он-то и не изученец. И женщина. И женщина сказала, что он за нами наблюдает. Я тоже подумал. И я чувствовать этот взгляд на себя. Вы видели вчера, Маргарет, эту Такер, как она? Роберто. Ребекку. Ребекку, точно. Такер. Осунувшаяся все. Уставшая. Вы тоже заметили, да? Да. Как-то, мне кажется, на нее процедуры, если она, конечно, их проходит, влияют тоже не очень благословно. Собственно, об этом я и хотел сказать. Раз уж у нас ничего не получилось в нашей ночной засаде, может быть, попробуем довести визит вместе с Такер и спросить о ее делах. И той пожалей даме, я думаю, тоже нужно заскочить. Безусловно, мы планировали это сделать как визит вежливости, и я не вижу причин оставлять мессочувствие несчастному. Все так. Я думаю, да, мы тогда идем к Маргарет Роберто Ребекке. Такер, номер 237. Хорошо. Ну, не скажем, что на первую оттуда я иду. Наверное, учит другую музыку, что было страшно. По пути, выйдя из коридора, вы, наверное, видите, как по коридору идет женщина в возрасте. И она как-то нервно идет по коридору, оглядываясь по сторонам. И видит, что она бомбит себе потом что-то. Подойдя ближе, вы слышите, как она бомбит что-то вроде «Неужели никто не слышал? Неужели как-то странно, что неужели не слышал никто?» И она тихонечко-тихонечко идет. «Доброе утро вам!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «А че-те-те?» «Простите, я не…» «Ну, я как поедину шлангом немного. Простите, вы что-то сказали нам, я не совсем услышал. Она посмотрит по стране? Нет, я вам ничего не говорил. Но вы не слышали ночью пение? Что ночью? Пение. Ночью я слышала странное пение. Откуда-то из подвалов. Пение. Здесь что-то не так. Что-то происходит. Я слышал только изрядный храп из соседнего номера. И это, наверное, было все, что мне довелось слушать. Наверное, тут голос слышит. Мисс Уилсон. Джессика. Что-то угомодитесь. Вы видите, выходит паренек с черными волосами. Она подходит к ней, берет ее за плечи. Говорит, мисс Уилсон, пройдемте. Пройдемте вам на процедуру. Она такая, да, да, да. Я услышала пение, правда? Конец тебе-то грядет. Мы все умрем. Да-да, конечно. Доброе утро, господа. И он уволит ее куда-то по лестнице. Какого черта ты отыгрываешь сумасшедшую бабку? То есть мне нельзя. Так вот. Все-таки Джессика Уилсон выпадет из игры, потеряв весь рассудок. Спойлеры. Я боюсь узнать теперь, что в этом мире происходит с Марка. Армия Сарана? Армия Сарана. Он уже почин, судя по всему, сердечный приступ. Как раз в ванне с глистами. Я достану новую карту. Это будет семерка Буды. И я отдам ее... Я кину кубик. Ну это восьмерка, считайте, сложность. Я отдам ее Санечке. Это забавку сумасшедшую? Да. А что? Она может его передать? Нет. У нее сейчас сложность 8. Ну, по 7. Из-за дамы у нее сложность 8. Это ее индивидуальная сложность. У вас сложность остается 10, так или иначе. Вы можете либо сами себе брать теперь карты, либо брать для кого-то другого, если ваш персонаж находится рядом. Подкидывать его другие. Да, но когда вы набираете карты, дама близится. Да. Дама близится. Грядет. Грядет дама. Я хочу взять эту карту. Хорошо. Я могу, я должен это как-то обосновать? Для себя? Для вообще как? Для себя нет. А для тебя? Для меня. Да если кому-то ты передаешь эту карту. Если ты, вернее, говоришь, я хочу, допустим, для Жени взять карту. У меня в нем сложность. Твой персонаж должен находиться рядом и каким-то образом обосновать. Тогда я беру для Жени эту карту. Я беру для Жени эту карту и я это обосновываю тем, что... Я, наверное, вижу, что он после хренового сна ему как-то это самое... Ну, некомфортно, плохо. Я думаю, блин. Я подхожу сзади, ты опять чувствуешь... Ножик рядом с ребром... Когда я не могу ставить ни той стороной, я так заикаюсь делаю. Это Blinking 500. Маленький, но ударенький. Ты видишь такой маленький-маленький, коротенький ножичек, буквально выкидной. Буквально писюшечка такая. Вот. Я складываю и бросаю тебе в карман. Спасибо. Если что, это, может, тебе поможет. Ну, так как эта карта может только уменьшить сложность для Жени, я считаю, что это я ему таким образом помог. Ну, помог ты ему на десятку Буби. Сложность один. Механизм, пожалуйста, ел, у меня раскрывается. Сложность 10, она не меняется, но пока у него остается сложность. Даже если бы меняется здесь основная сложность, то пока у него остается десятка. Понятно, 11 получить нельзя. Спасибо. Что-то бесполезное я сделаю. Ну, ладно. В таком случае, пока вы, наверное, спускались по лестницам, вы, может быть, смотрите в окна, большие банорамные окна, и увидите, что на улице начинает идти снег. Немножко не по сезону, но, наверное, это немножко оправдывает холод, который вы чувствовали вчера вечером. О, снег по всем. Наверное, вы понимаете, что теперь, даже если попробовать сюда уехать на каком-нибудь там такси или на тех же лошадях или походом, то это будет крайне проблематично. Ну, снег по селу. С одной стороны, я смотрю в окна. Славная погода. С другой стороны, подозреваю, что сейчас, если мы вдруг захотим вот сюда действительно уехать, как говорил, тварь загадочной визави или кто-то еще из наших неувольных собеседников, боюсь это превратится в настоящую проблему. Все так и есть. Как говорят у нас в Новой Зеландии, снаряжай сани. Вы спускаетесь в итоге на первый этаж, идете в сторону комнаты Ребекки. Наверное, вы видите, как из комнаты своей выходит Ребекка, та самая. Она все так же выглядит, как и вчера. Но вы видите, что выходит, и за ней выходит один из санитаров темноволосых. Наверное, вы видите, что он держит ее под руку, она немножко как-то посунувшись, идет вместе с ним, не очень довольная тем, что происходит. Они выходят, и, наверное, заметив вас, Ребекка немножко такая, что-то думает, наверное, видно, что пытается что-то сказать, но санитар на нее смотрит, мисс Таке, давайте скорее пройдем, процедуры не ждут, нам нужно идти. Она, да, да, да. Здравствуйте, добрый день. Добрый, добрый, да. Госпожа Такер. Наверное, слышите голос санитаром, говорит, простите великодушно, господи же Такер, нужно срочно на процедуру, поговорите после. Да, разумеется, где мы можем ее найти? А какие процедуры? У нас только водные процедуры, массажи и прочее, она и уголка у нас не предоставляется, к сожалению. А, ну, я, возможно, пройдусь с вами на процедуры. К сожалению, нет, они молча проходят. Я не... Почему? Я настоятельно иду за ними. Идешь за ними? Тебе дорогу перегружает парень с белыми волосами. Госпожа... Мне нельзя на водные процедуры? Мне нельзя? Конечно, можно. Вы только запишитесь... Я не понимаю, что это за заведение такое. Предварительно запишитесь на эти водные процедуры. Вы знаете, что я тут так? Конечно же, знаем, госпожа. Я писатель. И молча лопала. Уже администратора зарегистрируйтесь на любую процедуру, которая вам будет угодно. Уже удачная вода. Он поворачивается, Что за водные процедуры у нее? На что мне записываться? Список есть у администратора, говорит он, и уходит. Но вы видели, что дверь в комнату во всей церемонии дверь в комнату Мистаки осталась пряткой. Ух ты. Я, наверное, так вот. Канна. Мы, наверное, переглядываем все сейчас с тобою. Как она ловко смогла это самое внимание отвлечь этих громил малолетних. А вы уверены, что мы не совершаем ничего противозаконного клинки? Я, наверное, подпишу в этот момент. Подходишь? Это возмутительно. Да, я согласен. Вообще, я обратил внимание, что молодые люди здесь немного бюрократы и повернута, как это говорится, молодежи, повернута на очередности процедур и этих своих дурацких списков. Уже второй день мы не можем нормально поговорить с этой Ребеккой. А во-вторых, почему эти процедуры примедительны для кого-то? Ну, здесь я не знаю, честно говоря. Что это вообще значит? Я просто начинаю как будто по своей привычке ученого будто бы размышлять слух. Может быть, у нее какой-то диагноз, который требует строго-очередной ситуации, может быть, что-то еще. но мы забываем о главном. Я показывал на открытую дверь. Места я оставила дверь открытой. Может быть, понятно, что и люди зайдем, оставим ей записку, чтобы мы хотим с ней с ней с ней поговорить. Это очень хорошая идея. закончится. Согласен. Извините, я осматриваю. Осматриваюсь. Секундочку. Твоя камера отключилась. И наша камера тоже, да? Все, Станин, работает. Ваша тоже. Так что я осматриваюсь. Если кто-нибудь тут. Ну, ты видишь, что посетители все работает. Некоторые посетители ходят, пьют код, но они не обращают на вас никакого внимания. Да, это не очень хорошая идея. Но меня знаете, что больнует? Все-таки. Что ее принудительно, даже если по какой-то болезни, таскают на процедуре. А мужчине, которому было противопоказано какие-то процедуре, который умер здесь вчера, ничего не так за ним не следили. Черт, ведь вы правы. Вам не кажется, что здесь по-разному относятся к клиентам? А не точность? Я не задумался, но не задумывался об этом, но когда вы сказали... Не знаю, как вы, я думаю, что это известная британская халатность. Притем, мне этот Артур, который владелец, владелец всей вот этой вот шарашки, сказал, что мужчина, что мужчина сам халатно отнесся к своему здоровью, что его предупреждали, что ему это опасно или не опасно, но, как если вы знали, вы должны были предотвратить это. Я считаю, что это все вина этого учреждения. Я просто так и не оставлю. Прошу меня, извините, я ведь вчера сказал вам то же самое, а теперь и думаю, а может быть действительно тот несчастный, который умер в моих прошлых приездах сюда, может быть, к нему тоже отнеслись недобросовестно. Вы видите, что я принимаю достаточно серьезный вид. Я уверена, что с этим надо хорошенько разобраться. Согласен. Я все сто процентов. Нужно вывести администрацию этого, как вы назвали, шарашки на чистую монету. Судя по всему, стариков здесь просто эксплуатируют, выкачивают из них последние деньги. Давайте осмотримся. Может быть, эту Маргарету и Ребекку чем-то накачивают, чтобы она подольше тут оставалась и платила свои заработанные чашким трудом пенсионные отчисления. Не к добру, все там. Ладно, давайте действительно осмотримся. Ну, вы же вон две. Окей, вы заходите в комнату, никто на это совершенно не обращает никакого внимания. Я хочу вот этому подкинуть, наверное, сложность, потому что сидит только один. Это 8-3. Ну, в сумме 9, получается. ЖК, дай, пожалуйста. Ой, бед. Мерси. Хорошо. Вы заходите в комнату, начинаете ее методично, может быть, так непринужденно осматривать. Ну, ведь здесь такие же убранства, как у ваших комнатах. Шкаф, кровать, столик. Ну, я, наверное, мне как-то, ну, не знаю, может быть, мистер Глинкин человек более обывалый, а Миссу, любая, но мне реально не по себе, потому что мы, по идее, вломились в чужую комнату. Я, наверное, еще взглядом, может быть, какой-то блокнот или там, вместе с кандашом, я начинаю писать записку, что мне стакер, просим прощения за вторжение, когда вы закончили эти процедуры, можете встретиться, там, не знаю, на площадке для прогулок. Хорошо. Отпрокиньте мне кубик, пускай, условно, называем, расследование или поиск улик, что-нибудь такое. Все? Да, да, все. Я тебе допоминаю, что вы можете добросканду и отправить вашу решимость. Это бы не помогло. Это же все стакан. Мне бы не помогло. Ну, в таком случае, в таком случае, осматривая поверхностную комнату, ну, коль ты начал писать на блокнотике, ты листаешь странички и ты видишь, что на страничках есть какие-то записочки. Оу. Да. И я, наверное, давайте так, чтобы не там много писать, я... Закройте, ушки вдвоем. В этом блокноте последняя одна из записок записи, там указано, что... Что-то в духе я начинаю подозревать, что здесь что-то не так. С этим пансионом какая-то беда. В последнем автобусе, который приехал, есть один из них. Выносить эту информацию этим людям или нет, решать тебе. Все. Подъем. Вот. Ты пишешь свою записку, читаешь то, что там написано и, собственно говоря, ничего интересного, кроме личных вещей, вы, в принципе, не обнаруживаете в комнате. Никаких улик того, что здесь пытают, там, еще что-то. Ничего такого нет. Я хочу спросить, может быть, лекарства есть у него какие-то? Кинуть ему лекарства есть. Скорее, даже, наверное, витамины. Витаминки, я думаю. То есть обычную комнату там. Я беру одну эту витаминку, съедаю на всякий случай. Встал я, брат. А скобин? Вдруг это наркота. Ух, чушаная блюстов. Очень странные бальнеологические процедуры. А я, наверное, дописав записку, а я сделаю вот как. Ну, не то, чтобы как-то сильно сказать, но я дописываю записку, вырываю лист из блокнота, кладу его. А потом, попробую припрячу себе в карман пиджаков. Окей. Окей. Мало ли. В итоге, обосмотрев, комната поверхностная, вы уходите практически ни с чем. Записку, которую ты написал? Которую я написал, да. Не придаю этому значения. Вот. Но вы видите, можете заметить, что я так вот это все осмотрев, тяжело вдыхаю, мое лицо сугрюмого меняется и сконцентрировано меняется на такое какое-то разочарованное выражение, выражает разочарованность. В чем дело, мистер, блядь? А, чувствую, что все это ерунда. мы выдумываем проблемы себе сами на голову. Честно говоря, да. Миссу, у вас тоже ничего не насторожило вас здесь и не привлекло ваше внимание? Меня насторожило поведение всего этого учреждения и персонала. Ну да. Потому что, когда я обратилась за помощью, мне не помог никто кроме вас. Поэтому вам я доверяю мои друзья. И знаете, что я вот сейчас только подумала? Мы все вниманием. Мы же приехали сюда на одном автобусе с... Вы, по-моему, ругались с какой-то женщиной. А, да. отличная женщина, если я не ошибаюсь. Может быть, нам стоит также и поговорить с ней? Может быть, с ней тоже случалось что-то странное в первый же день? Может быть, этот извращенец и к ней после всего этого присел? Согласен. Вам не кажется, что мы начинаем уже полить, как это говорится у вас, охотников, исследователей, из пушек по воробьям? Нет, нет, я лишь хочу... Опять же, повторюсь, если бы вы проснулись в 5 часов утра и у вас на кровати сидел какой-то старый мужчиной трогать вазарюку, я уверена, что вы бы просто так здесь не стояли бы и не говорили о том, что вот она китаянка с ума со сна и ничего вообще не знает. Тихо-тихо-мисур, простите, простите, пожалуйста, никто не намеревался, я прям испытываю удел, никто не намеревался вас обидеть или как-то оскорбить, я же сразу с самого первого дня сказал, что лично я вам верю и скорее всего, ну, как мы договорились, считать это розыгрышем или чем еще, но просто я говорю всего лишь о том, что я ума не приложу, как тут могут помочь наши какие-то случайные попутчики, а вот мне показалось любопытным, вы услышали, что говорил от Адамос, который мы поравнялись перед тем, как встретиться с Миссистеки? Пене в подвале? Да, пене, пене. У вас что-то не насторожило, что она имела в виду? А на ночь действительно уже закрывают водные процедуры? Что, хотите? А водные процедуры на ночь закрывают, поэтому там ну, я не знаю, может быть, кто-то остался из посетителей, но если вы хотите проверить, пение в подвале, выдумать, что, что, выдумать, я не понимаю, что вы думаете. Ничего, ну, просто теперь становится любопытным, я опять же, по своей профессорской привычке, может быть, выстоять перед вами, а я передо аудитории, заложив на крутилас, расхаживаю туда-сюда, иногда доставая, жестикулируя, я не знаю, что это, я не уверен, что это не просто какая-то очередная плаш, дамы, у которой уже всю разыгралась болезнь от Гельцгеймера, всякое может быть, но с другой стороны, мне бы показалось, любопытного, может быть, вечером в подвале этот загадочный стутник, который вы именуете извращенцем, в принципе, если процедуру, все процедуры закрываются, и персонал тоже покидает, если он, как вы, как вы, сраблинками предполагали, как-то гуляется жизнь в гостинице, а лучшее место, чтобы ночевать, выходит, это мы не придумать. Давайте, может быть, вечерком, как раз сходим и проверим. Ну, если мы, конечно, не попадемся нашим церберам, я киваю в сторону того, коридора, куда ушел санитаром сопровождающий Минстайкер, я считаю, если надо записаться на водные процедуры на вечер, только всем вместе, потому что мне, честно говоря, не хочется оставаться одной, ну, вы понимаете, наверное, о чем я. Да, а я бы тоже, пробовал про камеру. Позинаться после ваших доводов мне как-то тоже одному становится все неуютнее и неуютнее. Хорошо, давайте попробуем, а там, как бы, не взначай, постараемся задержаться в подвале и посмотреть, что там может быть. Хорошо. Тогда на том и договорились. А сейчас мы сходим, может быть, к женщине, проведаем ее. Все-таки у нее умер муж, и если все-таки мы хотим разобраться в этом, я думаю, что с ней нам нужно переговорить. Если ваше предположение верны, то она может сообщить какую-нибудь важную информацию. Я на это инвекаю. Очень странно, что в прошлом году умер здесь посетитель в этом году. ой, нет, это было не в прошлом году. Я сожалел, что он уже ввел в заблуждение. Я последний раз останавливался здесь, кажется, 4 года назад. Но, тем не менее, халатность персонала ни в коем случае не извиняет. Не будем медлить, как вы считаете. Погнали. Мы идем искать дому. Мы видим. Хорошо. Я думаю, вы ее находите. она там под легкий джаз. Пускай будет это. Докиняется вам в лицо и без обочарюсти высасывается. Такое, знаешь, настроение легкого жала. Дама такая сидит с папиросой и, наконец-то, свободна. А потому что, такая вещь, что сейчас она повешенная. Вы ищете ее комнату и спустя какое-то время спрашивая, может быть, у встречающихся вам посетителей отыскиваете. Комната в параллельном от вас крыле. Дверь закрыта. Подаре. Подаре постучаясь. Слушайте, волки вот это не это. Подаре постучаясь, вы слышите легкие всклипывания изнутри. Стучите с дерева. Открываете. Смотрите, женщина. эта комната чуть-чуть побольше, наверное, в этом крыле чуть-чуть побольше, потому что рассчитан на двоих. Есть две кровати, отдельно стоят все-таки, но тем не менее. Две кровати, явно вещи, мебель для пары. Женщина сидит на одной кровати, одна вся в слезах, укрыта одеялом. Рядом стоит чай, который она попивает время от времени, вся в слезах. Смотрите, это обогреватель. Надо ему один этот самый отключить. Это очень серьезно. Это сейчас было довольно жутковато. Ничего, обогреватель. Там, наверное, два включены. Я сейчас включу один. Да, я два включу. Я никогда не думал, что буду бояться обогревателя, но что-то случилось. У нас просто, извините, обогреватель подключен к той же сети, где и лампа, которая освещает нас. И вот сейчас обогреватель, видимо, слишком разошелся, и он такой, да, ну нахер. Отключил на весь пилон. Тепло. Крипота. Крипота. Да, ну... Так, ну что, продолжаем? Да. Я склоняюсь к такому легкому полупогоне. Мам, меня зовут профессор Клейнон Фуллер, это мои друзья и спутники мистер Блинкин и мисс У. Мы, как добрые самаритяне, понимаем, что пришли, может быть, в неподходящий момент. И вы видите, что я запинаюсь, неловко, но я стараюсь сохранять лицо. Но мы просто обязаны узнать, как подобает приличным людям. Может быть, вам нужна какая-то помощь? Мы слышали о вашем ужасном заблоке. Да, благодарю вас. Да, нет, помощь никакой не нужна. Все хорошо. Вы уверены? Если что, вам ничего не стоит позвать кого-то из сотрудников? Нет, нет, нет. Сотрудники уже сделали все, что могут делать. И в порядке. И не забывайте вам нужно хоть что-то покусить. Сейчас мы можем сопроводить вас. Нет, спасибо не стоит. Все хорошо. Все хорошо. Примите наши искренние соболезнования. Есть чем-то конкретное последнее? Вы пошли? Хотите поддержать вас? Я, видите, стала свидетелем того, как вы вчера эту новость узнали. И мне очень больно было на душе видеть такую боль и расстройство. Мне так хотелось поддержать вас чем-то. Но мне одной было так неудобно идти к вам. я попросила этих господ сопроводить нас. Я, наверное, перебиваю. А при каких интересных обстоятельствах так получилось, что несчастье вашего мужа, так сказать? Я не знаю. Это всего лишь ему оказалось сердце. Он следил за своими процедурами. Это у него отказалось. А какая последняя у него была процедура? Паровые бани, паровые бани. Я слышал, что как бы это ни было пресс-корма для сердца это действительно может быть очень вредно. Прокиньте все условные внимания. Я напоминаю, что можете использовать свою решимость. Я добавлю одну решимость, потому что надо же это делать. Не помогло. А можно другую? Конечно, можно. В чем проблема? У тебя сложность теперь 8, семерка, но у тебя сложность 8, это 7 пик. Да е-м не. Ладно, я попросил другую карту уже после того, как прикинули по этому лапу. У меня девяточка. Успех. Успех. А у тебя? Нет. В таком случае ты одна наверное примечаешь, когда она высовывает руку из-под одеяла, чтобы забрать чай. Ты наверное вчера приметила, когда ее вели, ты приметила, что она такая, ну, женщина возрасте, уже старая, у нее может быть на руках ты видел вот эти вот пятнышки пигментные, а сейчас ее рука выглядит гораздо здоровее. как будто бы выровнялись морщинки, как будто бы попали пятна. Выглядит гораздо бодрее. Она берет чашечку чая, выпивает и стоит на обратно и руку обратно спрячет под одеял. А вы тоже пить на паровых процедуре? Да, бывало пару раз. А вчера вы тоже ходили вместе с не нет, он сам, он сам, он сам ходил. Ну, я полагаю, наша сторона высшей степени недостойна будет, что будет заключать коллеги расспросами. Одним словом, если вам что-то понадобится, вы можете вас найти и обратиться в работу. Спасибо большое. Я вас не знаю, спасибо большое за заботу. Это господин Фуллера, это господин Блинкер. Мы уже знакомы. Нам здесь еще полторы недели быть, поэтому будем рады подружиться с вами, если что, вам поможет. Спасибо, приятно слышать. Приятно. Спасибо. У меня такая заявка, может, немножко странная. Мне, наверное, ну, Блинкер осматривает ее, ну, внимательно следит за ее эмоциями, всем остальным. И я, наверное, ну, я все-таки молодой, обаятельный парень. А ей сколько на вид лет? За полтинник. За полтинник. Ну, я в такой легкой форме. Даже, наверное, где-то 60. 60. Я говорю, да, не подумайте, что на что-то намекаю, но какая прекрасная леди, возможно, если вам станет одиноко и грустно, то 313 номер всегда для вас. И я хочу посмотреть ее реакцию. Ну, давай, кидай кубик. Будешь добавлять что-нибудь? Ну, я добавлю две решимости. Мало нам было новым Дилов Хантер и у нас еще один есть. Сколько я добавил? Две. Ну, что-то много я добавил, у меня осталось две. Когда ты закончишь решимость, это значит, ты сможешь добавлять решимость. Это не значит, что отъеду езжаешь. Можно было и без решимости, это 11 в сумму. Ну, да. Что-то в взгляде мелькнула заинтересованность в этом некая. Некая заинтересованность. Я хочу просто, как бы, моя заявка была в том, чтобы проверить, насколько она сильно горюет по своему мужу. Я понял. Видно, что на твоей 11 видно, что не очень. Не очень горюет. Ну, все вот это наиграно, да? То, что... Да, очень похоже, что наиграно. Мы сады, что-то не замечаем. Да, по-моему. Так что, если вдруг... Меня зовут Альберто Блинкен. Я, кстати, богатый магнат из новой дивани. Господин Блинкер, вы не думаете, что это сейчас немножко помимо? Да, прошу прощения. Прошу прощения. Я, конечно, не знаю, какие у вас там воспитания, но у нас такое не приветствуется. У нас в Китае обычно, когда умирает муж, жену заживо хоронят. У нас господа, 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 по-моему, вы не очень знакомы со своими традициями. Вы не переживайте, не переживайте, мне приятно слышать такие добрые слова. Спасибо вам большое. Не смеем больше вас задерживать. Держитесь, крепитесь. Спасибо. Я, наверное, подхватываю. Мне неловко просто за поведение Блинкина, который только что брови еще себе не облежал. я, наверное, когда мы все выходим, не поймите меня не поймите меня превратно просто я неоднократно в своей жизни знакомился с самыми разными химерами, женщинами-гадюками. Так вот, хочу сказать, что эта дама не очень-то горюет и своему мужу. Вы видели, как она плакала? Я тоже показал, что ее море. Все мои три бывшие жены тоже так плакали, когда делили половину имущества. Когда я скормил хлебу. Когда делили мое имущество. Это может, хотя и может быть, это моя паранойя. Вы знаете, не знаю, но я немного мнусь. Говорите. Я же вчера видела эту женщину. Это так странно. И на любви все-таки я постеснялась спросить, какой матью она пользуется. Каким кремом для рук. Дело в том, что это очень странно. Мы уже три раза сказали очень странно. Потому что это очень очень странно. Вы не понимаете историю? С первого раза я не могу понять. У так мы все внимание. Странно, что вы такой и взрослый человек не понимаете. Когда странно, тогда странно. Главное, чтобы не очень странно. Это что-то необъяснимое. Вчера я видела у нее все руки были старые, сами понимаете. пигментные пятна, много-много морщиночек. я заметила просто огромное... почему обратила внимание и запомнила. Потому что у нее было огромное пятно пигментное, похожее на территорию моей страны. прям вырисовывалась. И ни с чем не спутать. Поэтому я запомню, что руки у нее были как у старой женщины. но она не старая женщина. вы хотите сказать, что сейчас... Сегодня вы не заметили ее кожа гладкая, как попка младенца. Ни одного пигментного пятничка. Мой китай словно стерли с ее рук. Признаться, не обратил на это внимание. Вид убитой горем дам у меня вообще несколько обескуражил. Но я вас понимает. Но я доверяю вашей женской наблюдательности Мису, если вы так говорите. У женщины это глязь намета. У меня очень узкие глаза. Но я не такой конечно спец по попкам. В общем, в любом случае что-то здесь точно не ладно. Послушайте, а вы вам не кажется это странно? Я тебе говорю, что это очень странно. Я помню ваше высказывание Мису. Я поясню, что именно мне кажется странным. Что именно? Давайте попробуем обратиться к такой науке наук. Вы слушайте, опять мой голос, электроские нотки, как статистика. Получается, что конечно если мы потрудимся мы вычислим конкретные проценты, но получается, что кому-то если верить вашим словам местные процедуры идут однозначно на пользу еще и волшебным образом, а кому-то как тому несчастному супругу этой дамы они идут во вред. и от чего уже это может зависеть. Ну вы вам процедура помогла, как я поняла. Вы вчера выглядели ну и сегодня вы тоже достаточно хорошо выглядите. Я бы не хотела вас обижать, но не то чтобы вы до этого как-то плохо выглядели, но вы стали немного посвящения и как будто бы отдохнули после процедуры вчера. Да, даже удивительно, что бальнеологическая процедура да черт возьми я проспал ночь в шкафу и тем не менее чувствую себя так как будто выспался в президентском люксе. Но то что повезло мне и мне эти местные процедуры не вредят еще же не факт, вам повезет точно так. Поэтому я думаю, что следует все равно забраться в этом вопросе. Я просыпался с рукой во рту льва, так что думаю, процедура если сделает меня так сказать старее, я этого не побоюсь. Блин, глистами купался больной. это нормально, это модно по всему миру. Они так щекотят, разглаживают морщинки. Я просто тут хочется перейдеть песню за MC бассейн в бассейне полно бурного глиста. Ладно, давайте вернемся к нашим баранам. Я, между прочим, прошу прощения, сделала такую смузочку, купалась в море с медузой. Вернул? Нет, вы не понимаете, там плотность моря была. Плотность медуз была выше плотности воды? Да, это реально. Я завезла так но тут не доплыть до воды я возвращаюсь обратно. Секунда Метагейма в этом году мне рассказывали, что были в Черном море медуза с щупальцами где-то на Меретинской бухте. Жесть. Они еще жалятся. Я в курортах Краснодарского края я в такой плотности медуз не купался. Ладно, вернемся. Ну и, собственно, закончу свою реплику я просто божему разглядом кто сказал, что вы не застрахованы от какой-либо беды. конечно мы знаем друг друга буквально на третий день но я бы не хотел чтобы вам что-то произошло. Это может быть кстати покажется вам очень странным. Вы читайте мои мысли. А кто по профессии? Я по профессии. Бизнесмен? Мизантроп? А ведь несчастье произошло как раз когда бы и отсутствовали. Может быть может быть хотя нет конечно это глупости. да ладно заговаривать уже без слов ну я думать я все-таки за здравый смысл и рациональное объяснение всего того что здесь происходит это радует потому что я тоже стараюсь играть на этом поле но я первый раз слышу чтобы медицина так скоро давала результаты а мы все прекрасно знаем что это очень похоже на эти рекламные обещания как это маркетинг можно так сказать? Можно только маркетинг по-китайски маркетинг я думать что ну никогда не верите в такие чудодейственные средства слушайте ко мне кажется в близком внезапного озарения пришла идея какая идея? рационально несу да рационально и не сомневаюсь здесь мне кажется согласитесь что все происходящее выглядит достаточно мистически странно мистически я тоже так хотела сказать а может быть все гораздо прозаичнее владельцы и медицинский персонал предположим используют вне ведома посетителей пансионата используют какую-то прорывную новую медицинскую технологию но она еще недостаточно хорошо изучена и кому-то она к счастью в эту фокус-группу попал и я кому-то она идет на пользу а кому-то вредит в таком случае друзья мои это гораздо серьезнее чем простая халатность это преступление это противозаконно я так оборачиваюсь смотрю смотрят на нас вообще в любом случае интересно что будет со мной вы хотите конечно в худшем случае я похудею насчет ванночек с рыбками я больше уверена чем ох вот с этими рыбками был я как-то на амазонке вот там была одна такая рыбка не будет какая вы зинатели вы зинатели говорите какая рыбка была рыбка маленькая да удаленькая в общем в амазонке лучше не писать в воде скажу так да я даже слышал такие душу раздирающие истории значит с ольвом ты с рукой проснулся а с рыбкой меньше повезло кому рыбки как вы думаете почему у меня именно три развода ладно вы конечно отчаянный человек мистер Блинкин но я пожалуй что-то как-то наверное сегодня не буду искушать судьбу и опять идти в баракапил я наверное смотрю на вас за их ах что тут уже откладывать я широким шагом захожу в свою комнату не знаю где мы были но я захожу в свою комнату надеваю халат я уверен что как бы все ходят в халатах конечно я иду подожди давай так вы расходитесь так вы идёшь в свою комнату за халат вы миссу мы будем действовать так как договорились до вечера прогуляемся вечером постараемся остаться на процедуру нам нужно записаться перед этим на процедуру этот же этот некультурный неведественный мужчина ну парень молодой симпатичный сказал что без записи кутя справедливо в таком случае давайте найдём этого махала и попробуем подписаться на самое позднее время которое найдёт интересного ребека получила свое послание я оставлю на видном месте и мы в нём я указал что мы нам неплохо бы встретиться на улице после того когда она закончила процедуру а когда она закончит процедуру не знаю мы будем надеяться что относительно скоро а если она уже закончила процедуру и пошла нас искать я предлагаю записаться на процедуру и как раз навестить площадку для прогулок и подышать воздухом может быть мы стоим там вместо прекрасно у кого пика была последняя у меня у тебя да ты я или он ты ты это ты это ты давай сюда альберт ты идёшь в свою комнату переодеваешься потихонечку там туда и сюда может быть пока тебя не было с утра приходила уборщица пускай там с утра приезжают уборщики быстренько прибираются в комнатах и уезжают это не предстоянный персонал это просто услуги там она уборщица пускай по всему этому ходит потому что слишком дорого чтобы на весь комплекс уборщиков нанимать и ты зашёл и приметил что в твоей комнате прибирались протирали пыль как минимум и ты приметил что картина у тебя висела в комнате картина у каждого в комнате висит картина разного достоинства у тебя в комнате висит картина с изображением какого-нибудь океана бушующего с кораблями которые плавают в этом океане ты по ночам любуешься и ты приметил что эта картина больше всего не потеряла пыль и она немножко её сдвинула и ты видишь что за картиной виднеется как будто бы что-то за ней есть на стенке еще оглядываю раз картину и говорю красота начинаю подвигать картину дальше что же там такое подвигаешь картину и ты видишь что за ней какой-то рисунок снимая полностью картину снимая картину ты видишь что за ней нарисован изображен ну это что-то наподобие пентаграммы но с какими-то символами непонятного значения и пентаграмма она пожалуй в 7 углов не пентаграмма это называется по-другому как-то но тем не менее это что-то наподобие звезды с 7 углами и между ними в круге между ними нарисованы всяческие символы с них понятного совершенно значения септаграмма мне кажется гептаграмма что-то такое да многограмма нах я так осматриваю думаю что же за чертовщина и дрыть ее в корень как говорят у нас новую землю давай я тебе дам новую сложность потому что почему нет я хотел я хотел только взять карту поэтому я беру карту берешь карту и это десятка червот а у нас будет перерыв ну и сходите сделаем а через сколько можем через пару минут я думал это будет хорошая идея у меня просто с работой нужно хорошо ты осматриваешь рисунок и что делаешь дальше я осматриваю этот рисунок что же за девальщина прямо как в той африканской деревушке я может быть в африканской деревушке был немножко знаком с магией вуду и даже наверное колдовал там с африканцем ну правильно это же магия поэтому я бы хотел попытаться вспомнить ну давай будешь добавлять решимость ну у меня и так две штучки мне нужно десятку ну мама вероятно что я выброшу ну ладно я же могу давай одну решимость я добью чего уж там если у меня будет ноль решимость я же не сдохну нет ты просто будешь нерешительный я буду душным да будет вас двое то есть у меня мне нужно у меня значит сложно сейчас десять мне нужно либо девять либо десять надо было две ну это будет а к сожалению непонятно сергей символы знаки ну я чешу голову наверное смотрю думаю вспоминая опять же ту африку что меня там как меня там сильно глючило я наверное наберу что-нибудь и пытаюсь стереть эти символы не хочу шутить с магией окей да ты видишь они размазываются ты видишь что это краска но очень старая краска она уже здесь ну не первый год а старая высохшая краска высохшая и ты когда ее трешь она кусками отваливается от стены отпадает на пол даже со штукатурой я когда заканчиваю когда уже рисунок нельзя различить и обратно вешаю картину что за чертовщина окей подхожу к своему чемодану открываю чемодан проверяю все свои модели ножичков достаю один и куда-то прячу ее какое-то место хорошо тем временем вы вдвоем подходите к ресепшену к администратору чтобы записаться да? к парню на водное на ресепшене стоит все та же марджери да она вас записывает и наверное сейчас вы видите как пускай прошло с момента как вы комнату осматривали недавно было да? с этого момента прошло около часа пускай пока вы поболтали пока позавтракали там туда сюда того этого вы видите что один из парней пускай со светлыми волосами он тащит откуда-то с того крыла где вы были до этого тащит чемоданы чемоданы пускай вы их видели в комнате Ребекки он берет вместе чемоданы проходит мимо вас идет в сторону кто-то съезжает госпожа марджерин она смотрит да Ребекка таки решила сегодня съехать покинуть нас как-то она быстро без стейла не находите? ой ну буквально сегодня видели утром направлялась на процедуру как она сказала ее настигли неотложные дела ей пришла телеграмма она должна была отъезжать так странно а на чем же она поедет там посмотрите снегом замену все мы вызвали мы вызвали такси снег пока еще не навалил достаточно много поэтому такси пока может пробраться в случае чего нам тоже можно будет уехать правильно? у вас есть необходимость уехать? нет-нет я просто на всякие случаи мне может понадобиться ну выехать мимо гарантии все зависит от того насколько быстро я закончил свою работу тогда возможно да возможно нет в зависимости от погоды от погодных условий но я буду узнать что вы если что поможете мне с тем чтобы отсюда выехать безопасно безусловно спасибо что заплатите благодарю вас мисс пожалуйста спасибо я полголоса наверное наклонюсь к тебе и выше тебя ростом да я метр сорок с мисс сейчас честно говоря хочется выйти на крыльцо пока мисс такер сама не дожилась такси перекинулся с ней пару слов я думаю что это очень хорошая идея но если мы пойдем сразу троем я думаю что это может быть сильно подосновительно вы видели как на меня смотрела эта женщина мы же все равно хотели прогуляться на своей женщине а с другой стороны веков в таком случае я со сторонной головностью предлагаю тебе пойдемте задышный воздух с радостью я наверное надеваю эти ручоночки снежки я поднимаю поворотник надевайтесь потеплее выходите на улицу и видите что ни парня со светлыми волосами с чемоданами никакого либо такси нет потому что это дама у нас сложность увеличится на 2 вы учитаете что это либо решимость либо дух и мы делаем перерыв а у нас осталась между делом всего лишь одна стопочка стало быть финальная дама стало быть мы движемся к снегу мы остановились на том что давайте сразу не кинуть ничего не за кого остановились на том что вы вышли на улицу и заприметили что ни машина ни чувачка с вещами ничего такого нет но видите вот этот большой двор значит этого заведения снег накрапывающий с неба который уже мелко-мелко ложится на ближайшие ближайшие территории и дорогу которая должна вести в город облака тучи не уходят далеко-далеко закрывая своим собой и туманом закрывая весь обзор который был виден ранее и снег начинает накрывать все сильнее пожалуйста вы в игре что я не вижу обещанного такси тут что-то очень странное происходит действительно чертовщина какая-то ну как мы продолжим как ни в чем не бывало дышать воздухом или попробовал разыскать нашего друга нашего друга вы имеете ввиду Ребекку Альберто мистером блинке простите артур не альберто а нет альберто 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 я думаю что нам нужно нам нужно найти мода это все очень странно Более чем. Интересно, если мы сейчас подойдем к этой женщине, Марджерет, сможет ли она нам заказать сюда такси? Попробовать стоит, но что-то мне подсказывает. Что, что-то случится? Нет, даже не что-то случится, что она идет, конечно же, какую-нибудь, как-то говорится у молодежи, отмазку, причем железобетонную, никаких сослагательных наклонений, почему она не может это сделать? А если здесь что-то на самом деле не чисто, может быть, мы постараемся не привлекать лишнего внимания и пока делать вид, что мы принимаем все происходящее здесь, зачастую в монету? Ну, как вы думаете, нам стоит ли принимать эти процедуры? Я уже не уверена насчет рыбок, баночек с рыбками. Вдруг там тоже какая-то тряпка, которая, возможно, омолодит меня, конечно. Ну, у меня гены хорошие, я лет до 60 буду так выглядеть. Ну, тем не менее, нам надо все равно постараться найти какой-нибудь разумный предлог, чтобы остаться в подвале как можно больше. Конечно, мы можем просто прокраситься туда и спрятаться. А мы уже записались на процедуру, разве нет? Да, но никто же не говорит, что мы должны обязательно туда идти. Все верно, но мы можем... Я все-таки уверена, что они четко следят за тем, чтобы там никто не оставался. Ну да, при их эпидантичности. Хорошо, что вы предлагаете? Я предлагаю найти Альберта, благо его мы тоже записали. Найти процедуру. И? Я сам записался. В прошлый раз. Я сказал, перенести надо. Ты же перенес на сегодня. Нет, это же... Ты же в барокамеру перезаписался. А мы записываемся на водные процедуры, в подворе. Мы же не в барокамеру, в водные процедуры. Если я правильно понял, там все в подвале. Все в барокамеру, в том числе и так далее. Я лично под процедурами имел в виду общую какую-то. Куда угодно записался. Я вас поняла, я неправильно поняла. Но сейчас поняла. Хорошо. Давайте сначала попробуем его разыскать. Может быть, он приводит к ней вот идею. Итак, мы с Уильем, не привлекая к себе лишнего внимания. Мы только что насладились свежим воздухом и местными видами. И возвращаемся с погубки. Да, мы с Уильем не завтракали. Может быть, пойдем как раз в столовую? Я все-таки думаю, что если мы увидим ту зентину, с которой так яро ругался, наш друг, как вы упомянули, с ней бы я тоже хотела поговорить и вообще посмотреть, как она себя ощущает здесь. Идея ничем не хуже почек, поэтому не имею в виду. Идем там. Спасибо. Мы идем. Хорошо. Тем временем, Альберто, ты одевшись в халат, спускаешься вниз к барокамеру. Да. У меня при себе нож в укромном месте. Интересно, где в халате укромное место. А кто сказал, что в халате? Я понял. Хорошо. У меня много жировых складок. Ты немножко прихрамываешься, спускаешься вниз в подвальное помещение, идешь по коридорам вдоль коридоров, что так здорово есть, проходящими мимо людьми. Идешь к... Размашистым шагом. Барокамере. Возле барокамеры тебя встречает брюнет. Малец. Доброго утра. На процедуру? Да. Пожалуйста, проходите. Он открывает дверь бункера. Дверь большая открывается. Ты заходишь внутрь. Передовой происходит вот это огромное. Тестерну. Он заходит с тобой вместе, закрывает дверь. Говорит, раздевайтесь, вот вешалка. Личные вещи, если какие-то есть, желательно положить. Тоже, иначе не будут мешать излечению. Поднимайтесь по лестницам наверх. Там есть люк. Вам следует его открыть. И медленно по лестнице опуститься в саму камеру. Вода будет достигать вас по грудь. Вы можете располагаться как сидя, так и стоя. Можете лечь в воду. Вода будет прекрасно обогащена салями. Вода будет держать вас на плаву. Утонуть вам не грозить, не переживайте. Отлично. Я и не боюсь. После Амазонки я воды уже не буду никогда бояться. Я сбрасываю прям при нем с себя халат, оголяю свое не очень симпатичное голое тело. Бросаю халат, но при этом оружие остается при мне. Я бы проверил, конечно. Давай, не будем, ладно. Не будем? Я, честно говоря, это представила, как он такой, я бизнесмен, а еще я шпагоглотатель. Я представила, как это, Альберто поднимает блюху, так. Смотрите, так как у нас вышла предпоследняя дама, сейчас каждая провальная проверка будет вычитать у вас один дух. Да, поэтому будьте аккуратны. Ты раздеваешься, прижимая где-то там между складками ножичек, ты снова хромаешь к этой лестнице, поднимаешься по ней. Парень безразлично стоит, наблюдает за твоим шествием. Он говорит, когда опуститесь внутрь, я закрою барокамеру, и вы поглядитесь во тьму и тишину. У вас будет 40 минут на осмысление своей жизни и просто расслабление. Отлично. Ты поднимаешься, открываешь дизитно люк, открываешь его, он довольно легко приоткрывается, ты видишь, что там внизу блещет вода в полной темноте. На тобой светит лампа, которая тускло освещает помещение. Плохо видно, что здесь вообще есть. Внизу там где-то блещется водица. Ты по лестнице спускаешься вниз, твои ноги опускаются в теплую, достаточно комфортную воду, которая чувствуется, что она плотненькая, соль сразу оседает тебе на ноги. И ноги довольно туго проходят туда вниз. Ты опускаешься в воду, твое тело расплывается. В этих водах медленно начинает барахтаться, приятно в этой водице. Ты слышишь сверху голос удачного отдыха, и дверь закрывается. Наступает полная темнота, кромешнейшая. В никаких звуках, кроме звука этого, собственно дыхания не разлетается по этой цистерне. Ну, может быть, на секунду кажется, что ты даже слышишь свое сердцебиение. У меня есть сразу же заявка. Так как я залезал, там было уже, в принципе, темно, я не смог ничего разглядеть. Я хочу, наверное, пройтись по всей этой барокамере, посмотреть, может, есть какие-то зарубки, зацепки. Может, кто-то из прошлых, тех людей, кто здесь был, может, оставлял какие-то послания. Давай, я хочу дать тебе карту. Да, я обязательно. От 9 до крести. Сложность у тебя, ну, остается 10. У нас сейчас появляется сложность у тебя, наверное, на 2 из-за двух дам вытащенных. Но так как больше достичь быть не может, поэтому 10. У нас осталось только 9 и 10, так что. Да, пожалуйста. Ну, я пробую, по крайней мере, это сделать. Ну, у меня одна решимость, что она тут поменяет? Ха, 10. У-у-у, хорош. Ты начинаешь ерзать по такому довольно просторному баку в этой воде, слышишь всплеск воды вокруг. В темноте кромешной, трудно ориентируется, куда ты идешь, но ты на ощупь, как-то подходя к одной стене, начинаешь ощупывать, и ты пытаешься найти следы пребывания здесь кого-то, да? Угу. Ну, может, какие-то, может, кто-то оставил там зарубки, зацепки, ногти свои, все что угодно, откусил себе пальцы и оставил. Вот, ну, все что угодно. Все, может быть, да. Угу. Хорошо. Ты начинаешь копошиться, ощупывая стены, искать зарубки, опускаешься, может быть, в воду, начинаешь щупать в пол. Какое-то время, довольно долгое время, совершенно ничего не попадает с тебя. Ну, большая цитарна, как бы, в принципе, тем тоже, может, даже отчаялся, да? Ты, может, присел уже где-нибудь там на кого-нибудь, может, там есть, на бокам ушки, типа сиденья или типа того. Может, ты присел на какой-нибудь из таких сидений, чтобы перевести дух и подумать о том, как, что делать дальше. И в моменте ты чувствуешь, будто бы у тебя под ногой что-то склизкое. Если до этого был металлический пол, то сейчас как будто в воде что-то склизкое. Ты начинаешь щупать пол и понимаешь, что твоя рука, она как будто бы увязает в чем-то. И пол под твоей рукой, он как будто бы словно желе. Ты в него буквально погружаешь свою ладонь. Я пытаюсь понять, что это. Ты начинаешь как-то пытаться поймять что-то и понимаешь, что оно что-то тянущееся. И ты чувствуешь, как в моменте оно просто у тебя в руке дергается. И после этого, наверное, ты, наверное, отстраняешься, бросаешь ту штуку в воду, бросаешься, и слышишь, как воды переливаются в этой стерне и, наверное, среди вот этих всплесков воды ты слышишь как будто бы шипение, смешанное с таким вибрирующим рычанием или голосом, которое говорит тебе прийти ко мне. Я достаю нож. Достаешь нож и начинаешь... Ну да, я начинаю... Пытаться, не знаю, резать это, отпугивать это. Ты начинаешь махать во все стороны, может быть, нервно издавая звуки вроде что-то типа этого. В панике начинаешь, наверное, спиной упираешься в бак, начинаешь локтями махать, так или иначе, локтями бьешься в бак, как гудит. Ты слышишь вот это шипение, которое сливается с звуком воды, которое как будто бы кажется, что оно говорит тебе «Отдай мне свою жизнь!» Я кричу какую-то нецензурную лексику. Ты кричишь, барабанишь по стенам, наверное, слышишь в моменте, как... Может быть, даже тебе показалось, что появились отблески воды, как будто что-то засветилось в воде. И в этих отблесках ты увидел наверху вот на этой лестнице, которая в центре стоит, лестница, и там наверху вот эта вот ручка той самой двери, шлюза, которые ты закрывал, закрывали, ты открывал до этого. Я, наверное, хочу туда забраться и попытаться открыть. Ты начинаешь дергать со всей силой, ты понимаешь, что он запер. Он вообще ни разу не открывается. Сделай мне, пожалуйста, проверку, потому что ты чувствуешь, как твоя нога плетает что-то склизкое и очень-очень жесткое. Я хочу это ухреначить. Ну, блин, я тут добавлю свою последнюю решимость, потому что варианта у меня нет. А так хотя бы я взберу еще одну карту передайте. Могу я взять еще одну карту? Это... 100 копейка. Могу я сразу еще одну у тебя нет, ну, ладно. Кида-кида, перекинь. Можно перекинь? Конечно. На моему помочь не можем. Конечно, это будет. Это 5. Не тот кубик, это проклятый кубик. Ты, наверное, чувствуешь, как твоя нога плетает, что-то склизкое начинает тянуть себя вниз. Ты начинаешь в панике махать ножом. Может быть, действительно, ты в тимонте попадаешь по этой штуке, которая... Она резко дергает тебя вниз, вычти, во-первых, себе... За два косяка вычти два духа себе. За два косяка? Потому что... Один. Один косяк, извините. Ну, один за этот, второй за то, что тебя сейчас тянуло вниз. Хей, нет, один, извините. Один вычти. Что-то я погорячился. Чувствуешь, как эта штука тебя начинает тянуть вниз, твое толстое тело обвисает, ты сила держишься за эти поршни, у тебя все пальцы срываются, ты падаешь в воду, в воду, в панике, в истерике, начинаешь махать руками и ножом, снова пытаясь попасть по этой штуке, которая... Не пойми, куда делась. И, наверное, сейчас слышишь сверху, как люк открывается. Ты видишь наверху лицо этого парня, он совершенно безучастно смотрит, все в порядке, сэр. Я такой, нет, нет, я, наверное, роняю нож, не хочу, чтобы он, это самое, палился. У меня, я пытаюсь выбраться поскорее. Он помогает тебе подняться, вылезти. Что-то случилось? Там, там что-то было. Я уверен, вам показалось, когда находишься один в таких забытых пространствах, эхолокация, она влияет на мозг. Я, наверное, смотрю на него. Ты, наверное, сейчас слышишь откуда-то оттуда. Даже нет. Ты слышишь, как будто бы оттуда, но так же доносящийся звук от откуда-то из стен. Ты слышишь стон. Такой медленный, протяжный, очень-очень низкий, такой... Мне это не нравится. Все в порядке? Да, мне надо в номер. Да, сэр, как скажете. Он помогает тебе спуститься по лестнице, ты одеваешься и выбегаешь я, наверное, бегу и ищу своих друзей. Хорошо. Тем временем вы записались на какие-то процедуры, да? Угу. Пошли завтракать. Пошли завтракать. Пускай вы сидите завтракать как раз в этот момент после того, как записались. Вы видите в столовую, пускай влетает Альберт. А я заявку делала. Есть ли там эта тучная женщина, которая с нами ехала? Вообще, пассажиры с нами. Да. Есть. Как она выглядит? Нормально? Бабулька? Ну да? Да. Ну как, так же. Она не изменилась. Если ты к этому. Ладно, ну влетает этот, я тогда, наверное, Я влетаю, наверное, я тут нервничаю прямо. Вы, наверное, удивлены, вы еще не видели меня таким нервничающим. Я, наверное, подхожу, беру какую-то для вида еду, быстро все это раскладываю, подхожу, сажусь и вкратце рассказывая все, что со мной произошло, что я почувствовал там, что я почувствовал что-то с Лизкой. Я говорю, такой чертовщины со мной еще ни разу не происходило. Не, не, ничего. Простите. У тебя ничего такого не было? Какой шмар. Это очень странно. Вы видите, что я, как бы, я человек науки, не может быть, но там как-то, ну, видите, что как-то мне неловко в этом сознаваться, как будто я проявляю какую-то суеверность или что. Скажу так, Роберт, я не чувствовал ничего под ногами, как вы описывали, уж точно, что-то, нет, ничто не пыталось меня утопить. Но на секунду я ощутил, я писал это на шутки сенсорной депривации, как, знаете, когда у человека отключаются все органы чувств, включая осязание в этой подсоленной воде, собственно, в этой парокамерии и пытаются добиться такого эффекта. Природа не терпит пустоты, как я это для себя сказал. И мне показалось, что я слышал, что я слышал какой-то не то стон, не то какой-то далекий лев, но еще раз я решил писать это все на шутке моего внутреннего уха в темноте и тишине бараками. Так вот, друг, я вам скажу, что это никакие не шутки. судя по тому, что вы описываете этот, черт возьми, это, простите, у меня вульгарность, это совсем не шутки, и что-то нужно с этим делать. это шутка сильно схватила вас заново? Да, она как три аллигатора, я знаю, о чем я говорю. Давайте посмотрим, может быть, остались какие-то следы. Вы читаете моего холесу, я тоже хотел. даже не успел себя проверить, я, наверное, как бы... Я понимаю, это очень, очень страшно, я бы точно не рискнула туда сходить. Давайте посмотрим на вашу ногу. Ну, можете либо забраться под стол, либо мы пойдем все-таки в номер и будем заниматься подобным в номер. Пока нас за ульгарщину не выгнали. Так и поступил. Вы прямо. Вы идите в номер, поднимаетесь на свой этаж, заходите к кому-нибудь номер, ты поднимаешь халат, и у тебя на ноге несколько огромных синяков. Это все. Это все реально. Ну да. Это, Старина, уже не спишешь на сутки воображения. Я, конечно, слышал, как у истинно верующих людей проявляются стигматы, но здесь я, наверное, осторожно прикосновившись на ноге, скорее всего. Простите, 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 мистер Глентин. Но это уже чревато травмой. Не знаю, что это была за тварь, но я, как человек, как Альберто Блинкин, производитель и учредитель блинка и ножи, считаю, что эту тварь нужно поймать и придать ножу, скажем так. я считаю, что нам следует сейчас же спуститься на ресепшн и попросить заказать нам такси, уехать отсюда и больше никогда не возвращаться сюда. но мы можем обратиться в газету и рассказать полицейским, что здесь происходит что-то странное, чтобы они сюда приехали и расследовали весь этот кошмар и ужас, который происходит здесь. Сколько смерти, Роберто неизвестен. Итак, я думаю, что мы не первые, кто-то гадался об этом всем, кто почувствовал это все. Я уверена, что мы не первые, нам же напрямую мужчина старый сказал. Как вы думаете, кто из этих... Роберто или как ее звали? В общем, так, Роберка. Ребекка. И где сейчас Роберка? Неизвестно. Вы думаете, нам кто-нибудь вызовет такси, как только мы попросим? Я про это и хотел сказать, мистер Блингом Фрак. К сожалению, сейчас мы вступаем в... Ну, скажем так, мы ввязываемся в очень опасную игру. Если мы каким-то... Я, наверное, так нервно оглядываюсь по старому, мы в номере, как бы дверь у нас закрыта, поэтому я беру себе в руки. Если мы хоть как-то обнаружим в себя, что мы знаем, что здесь творится что-то неладное, я думаю, что оно уж точно творится с ведомым владельцем гостиницы, персонала гостиницы и так далее. и если мы раскроем тебя и покажем, что намереваемся отсюда исчезнуть, ну, в лучшем случае это все нам просто не вызовут. А в худшем случае о нас больше никто никогда не услышит. но смотрите, что очень хорошо, я являюсь публицией личностью, о которой многие знают, и скорее всего многие знают, что я отправилась сюда, и также и бизнесмен, очень странно, что в одно время два таких известных, я не знаю, конечно, вас их заслуг, но я думаю, что вы среди своих клиентов очень известный человек. Не сбрасывайте меня с счетов, я в конце концов известный профессор, преподаватель и ученик самого Клайда Томпа. Я думаю, что мое исчезновение тоже не окажется. Прошу прощения, можно я вставлю? Вырезка из газет. Известная писательница, богатый бизнесмен из Новой Зеландии, а также крайне крутой профессор местного университета пропали без вести после того, как ослушались приказа совета этих самых пансионата и пошли прогуляться. После чего бесследно исчезли, я показываю, в лесах в лесах тем не менее, мы три таких вот человека пропали без вести, это что значит? Значит, что в пансионате небезопасно, что люди перестанут сюда ездить и перестанут подвергаться этим опытам, это для них не самый лучший маркетинговый ход. я оценю вашу отвагу в лесу, честно скажу, мне как-то не по себе от мысли, что мое возможно исчезновение может подвигнуть кого-то на то, чтобы вывести этих негодяев начистое в лесах. как-то хотелось бобыть безличную жертву. не собираюсь пропадать без вести или тем более умирать здесь с какими-то тварями. Ну, я имела ввиду. Я ни в коем случае не имела ввиду. Вас, я имела ввиду святы на вашей ноге. теми тварями, с которыми вы встретились. И этот персонал, он совершенно не нравится мне. Я полагаю, что у нас есть два выхода. Вперед ногами и второй. Но я имел ввиду несколько другое. Или мы действуя согласно нашему изначальному плану все-таки пытаемся теперь уже вооруженное и предупрежденное тем, что случилось с мистером Блинкеном, пытаясь разобраться, что за секрет раскрывает подвал пансионата, или же если мы намереваемся покинуть это место, то следует как ни прискорбно придется делать это скорее всего пешком, и желательно так, чтобы никто из персонала вести нец, не знал о том, что мы отсюда уходим Боюсь, что если мы все-таки решим идти отсюда пешком, то действительно появится в заголовках профессор, известная писательница и бизнесмен пропали без вести не дождавшись автобуса для чего же людей доводит нетерпеливость и без рассудства хорошо но с другой стороны возможно мои книги станут еще более популярны но нет хорошо что мы в каком случае намереваемся делать откуда вы узнали об этом пансионате именно я да кажется мне рассказывал кто-то из коллег я сейчас вы видите что вспоминаю действительно то есть я уже ну я упомянул что я несколько раз до этого ездил и все было в принципе нормально до сегодняшнего раза не помню кажется кто-то из моих коллег по астрономическому делу он порекомендовал мне я съездил сюда первый раз кажется это было 7 лет назад потом я приезжал сюда еще несколько раз ну и честно говоря когда выиграл наконец-то впервые отпуск за два года я ехал сюда с надеждой отдохнуть и уж точно не столкнуться с какой-то мистической сущностью а вы откуда вы узнали мой партнер по бизнесу посоветовал мне приехать сюда лишь бы это так не получилось что это у меня так сказать нож в спину решил воткнуть я оценил ваш коломбур миссу а у вас как это получилось мне посоветовали мой редактор она сказать что я последнее время слегка устала у меня были ну некоторые разнообразия с моим молодым человеком и к тому же меня беспокоило мое колено она мне посоветовала приехать сюда дописать книгу в благоприятных и хороших условиях но это не те условия для романтической драмы определенно послушайте ну выходит что каждый из нас по сути кто-то раньше кто-то позже мы узнали об этом месте совершенно случайно в таком случае поиск какой-то закономерности здесь отпадает но хорошо все-таки я задам твой вопрос уже в тейте что мы намерены делать дальше не можешь сбежать победить именно так я убил того льва который схватил меня за руку когда я проснулся утром у меня не оставалось никакого другого иного варианта я понял что осталось только ударить его в пах а потом в глаза это гремучая злея самое опасное создание в этих местах и как вы думаете что я сделаю засуну большую паху прямо ей в задний проход это ее конкретно господин Блинкель что же делать нам если мы встретимся с той же тварью что и вы встретились ну что ж мое замечание но я полагаю что у нас троих все-таки больше шансов если даже если мистер Блинкель в одиночку простите я вас перебил то у него по крайней мере от нее отбиться то я думаю может быть чем черт не шутит втроем мы сможем как вы говорите действительно победить мы с вами господин фуллер идем на водные процедуры я теперь очень недоверчиво отношусь к воде я предлагаю обойтись каким-нибудь самыми щелящими процедурами потому что оставаться тем более заказать эту паракамеру я только сейчас кажется начал понимать какой опасности на самом деле я подвергался очень интересно почему почему именно господину Блинкеру не знаю не посчастливилось встретить эту странную вещь ну хочу сказать что я особо и не расслаблялся а конкретно искал какие-то зацепки может это и повлиял я честно говоря просто на какое-то время отключился плавая в этой соленой воде но и то как я уже он признался что-то слышал в любом случае частично похоже на то что вы описываете это стоннельно далекий рюк оно звало меня может это конечно уже моя фантазия потому что твари которых я знаю не умеют никого звать в любом случае дождемся ночи и прокрадемся туда вооруженный осведомлен вооружен значит вооружен вооружен значит всем конец что я думаю он может пить а вдруг тот старик захочет вернуться и что-то еще сказать мне в номере может быть мне следует остаться здесь и подождать вас если вы не боитесь смеху пожалуйста но честно говоря я бы предпочел не разделяться в этих условиях вы обратили внимание что с тем кто остается один вот где точно вот где закономерность с тем кто остается один как вы в своем номере как мистер блинкин в камере ну натяжкой можно к этому причислить и меня потому что я тоже что-то слышал а с ним происходят какие-то странные вещи не поддающиеся логическому объяснению вы умеете убеждать господин пулер я лишь хочу в этом разобраться только и все ну хорошо значит ждем вечера господин блинкир может быть вы нам ну мне например выделить ножик вы верно поняли меня с возвратом конечно посчитайте это подарком в любом случае я иду ну мы где-то недалеко мы же в номере где-то собрались но я думаю в номере у нее собрались можно у меня маленькие всякие перочинные складные ну он это уже дал я его еще раз в компании не ужин блинкин 500 блинкин 500 вот я иду беру два ножичка опять возвращаюсь и на секунду наверное я смотрю на картину с морскими волнами и о чем-то задумываюсь буквально на несколько секунд потом беру ножик и иду снова в номер я наверно передаю ножик свинку свину вот держите спасибо большое господин фуллер у вас остался да это мелочушка забираю этот ножик осматриваю ну так правду маленький ножик вот с таким вот маленьким лезвием потом я его складываю кладу себе в карман достаю ножик побольше вы знали когда-нибудь господин фуллер что по статистике когда человека грабят он сильнее боится ножа нежели огнестрельного оружия что-то внутри наших генов заставляет нас испугаться острого острия ножа теперь у меня такой к вам вопрос мистер фуллер вы говорили что вы уже несколько раз находитесь в данном пансионате так и знаете для меня очень странно почему именно вы после этих всех процедур почувствовали себя скажем так замечательно ты видишь как я просто стою и переворачиваю свой побольше ножичек не спеша я так положу его мне отдавать да это твой ножичек у меня где-то в кармане маленький я закручу побольше такой блинкин 3000 я взял с собой побольше хороший товар теперь поведайте мистер фуллер сколько вам лет 54 я уже говорил а к чему это странный вопрос я хочу оценить его реакцию как каждый твой провал минус дух если чё ну ничего мы уже скоро заканчиваем блевах сдохнуть так сдохнет ну давай давай я тебе кидай после твоего броска тебе дам новую сложность новую сложность после моего броска да у меня 10 можно мне сейчас а сейчас особо ничего не изменится давай кидай 10 да ладно на тебе 10 крести как это круто хорош хорош ты говоришь это смотришь на него сейчас утро да по-моему было если не ошибаюсь ну да мы только позаврали утро хорошо да смотришь на него ты видишь наверное что у него нет особо какой-то реакции наверное да на эти слова твои нету но капель капота у него полетекла ну блин это естественно потому что мне угрожает ножом ну как бы да в конце концов и наверное в этот момент наверное в этот момент вы слышите у вас в каждой комнате есть вентиляционное отверстие вентиляционные трубы куда ведут и вы слышите не забыл услышите как откуда-то начал носиться как будто бы пение причем такое довольно ритмичное ритмичное пение как будто что-то такое и наверное обернувшись по сторонам вы видите что похоже что звук вносится из вентиляционной трубы пение пение такое знаешь ритмичное гармоничное как будто что такое там на фоне звук может быть ну мы как-то реагируем на это по-худем не в смысле но с вами что-то происходит да от этого ритмичного пения вас как будто бы на секунду дурманит голова начинает немножко да по крайней мере вот вас двоих ты нет ты видишь как они вдвоем замирают а на секунду прислушиваясь понимая откуда идет звук прислушиваясь к этому звукам они замирают и глаза как будто бы немножко закатываются от судя по всему реакции господин блинкер а что вы намекаете господин господин фуллер постойте что-то измеря блинкер я начинаю опять это назад да уберите этот нож в конце концов вы это слышите я наверное в этот момент ты видишь как я резко движением подхожу к тебе прям ты видишь что нож оказывается прям возле тебя и я легким движением руки я его переворачиваю и кладу тебе в руки я верю вам фуллер нужно было просто проверить ну я уже не до конца верю вам обоим у вас словно закатились глаза и вы и вы вы в чем тогда вы опять не продолжают сейчас вы это слышите я врученном тобой ножом показываю вентиляционной решетки да я думаю что бы это не было нам пора с этим встретиться и убить определено но правда вы согласны со мной мистер фуллер абсолютно я ух кажется я как будто кто-то провалился на секунду вы не ощущали ничего подобного да это ритм или пение что из-за того так я не ощущала ничего я видела как вы просто встали угрожая друг другу смею вас поправить я угрожал фуллеру помилуйте я никого не угрожал и никому не угрожал и мистер Глинкен я понимаю ваше ненаверие мы уже в принципе не знаем что думают друг о друге о всем здесь происходящем и в принципе у меня сейчас уже наверное разыгрывая совоображение но я не могу понять почему вы миссу не реагировали таким же трансом как мы с мистером Глинкеном потому что ничего не щупало меня в баракамере думаю это лучше объяснить дьявол так значит несмотря на то что я там ничего не видел в отличие от вас на меня это тоже каким-то образом могло повлиять но вы слышали что-то вы сами сказали ну слышу но по крайней мере никакая потусторонняя сущность за мной не гонялась ну тебе вы пошли в ванне из кальция я уже начинаю думать что бассейн с глистами был не самой плохой идеей ну что же мы идем в подвал чтобы садим покончить вы же сами кстати сказали что 4 года назад там человек умер по плане с глистами я думаю да на крайняк можно там где-нибудь спрятаться и дождаться вечера чтобы глистом закопаться вы не поверите но как-то в Амазонке ладно я чувствую что на Амазонке происходило абсолютно все что могло произойти таки да ну что же мы наверное шагаем в сторону подвала как только вы ходите из комнаты вы видите что по коридору входит несколько посетителей которые останавливаются на вашем этаже среди них есть мисс Уилсон которая говорит это же музыка это та самая музыка а видите что ходит двое санитаров черный и светлый они подходят к посетителям говорят все нормально успокойтесь это просто трубы шумят потому что морозы резко настали и трубы расширяются создавая вибрация вам кажется что это музыка это иллюзия и они проводят всех обратно в камеру в камеру в палады завидев вас они говорят господа все нормально не переживайте это не музыка это просто трубы это просто ужасные условия надеемся они вас не беспокоят да мы работаем как вы видите наш санитарь в не самом лучшем состоянии мы работаем на ремонт я уже честно говоря мы обращаемся я уже честно говоря я перестал даже это замечать прогуляемся как рассчитывали верно свежий воздух никогда не повредит я как раз расскажу вам что мне причудилось в барокамере говорю я так направляю эту фразу крутая вещь скажу еще раз обязательно у санитаров 0 эмоций безэмоциональные и вы идете я так понимаю куда-то внизу ну я хочу увериться что нож который мне дал блинкин я естественно спрятал под пол подержака чтобы не ходить с ножом перед санитаром а я с собой еще хочу взять книгу свою книгу хорошо хорошо жаркие ночи вы спускаетесь вниз под вала и вы хотите там остаться до вечера ну по возможности да мы хотели бы там препарат тогда вам придется делать проверки потому что иначе в течение дня вас могут там запросто найти блин это маловероятно что мы справимся с этой проверкой ну мы по идее я иду в этот мы записались с фуллером на процедуры но я иду только в ванночку с рыбками в которой чисто ножки помочить хорошо и наблюдаю и наблюдаю за рыбкой и там такие дохлые рыбы давайте до новую сложность потому что почему я на всех нет ей 1 не 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 теперь тебе 9 буба теперь тебе 10 это буба тем не менее а ты я пожалуй тоже не хочу лезть не в какую ванну нафиг надо я пойду в душ шарко боль и унижение а что будешь делать ты я думаю блин тут сложно сказать я думаю что мне тоже нужно на какие-то процедуры записаться чтобы отвезти мы же хотели мы же хотели встретиться с вдовой вообще-то мне уже не хотел сейчас он намекал он хотел я думаю тогда я тоже пойду на какие-то процедуры в том отделе вот только я не знаю какие там остались еще процедуры с глистами они мне уже надоели есть паровые камеры паровые камеры ну в принципе это те паровые камеры где был этот самый мужичок я думаю что я хочу тоже я предупреждаю своих друзей что и наверное в какой-то момент я ну предупреждаю я пойду в паровые камеры я пересекаюсь с Суин У что-то шепчу и нам не доверяй ему и уйду дальше хорошо вы расходитесь я могу сделать проверку что-то услышать ну давай бы чем-нибудь хотя в принципе тут любая проверка это в потерянном доме ты делал проверку у меня да? последний раз нолик выскочил а 10 я не буду делать ничего ну зачем хорошо вы расходитесь по разным камерам по разным локациям мы в сумасшедшем доме да скажи да конечно давай так ты сначала ты приходишь к этим рыбкам здесь рядом с какой-нибудь бабулечка кто-то сидит рыбки отъели ноги ногу полосает в коридор кричит ты сидишь да пускаешь на стульчике тазики да 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 рыбки живые рыбки живые да не плавать то Bruxem все хорошо процедура заканчивается ты сидишь там около часа процедура заканчивается не знаю сколько надо сидеть чтобы тебе не обоглодали полностью так иначе процедура заканчивается ты встаешь да ты встаёшь собираешь свои вещи ты поскальзываешь поскальзываешься со сквизгом таким у тебя нога проскальзывает по плитке ты опираешься какой-нибудь скамейку падай на жопу больно и поднимаешь ты понимаешь что поскользнулась на луже крови а лужи это расползалось как раз таки из того аквариума из-под того аквариума где сидела в этом бабулечка которая была рядом с тобой я начинаю оборачиваться кто вокруг общины вулечка выглядела очень нам не обращал внимание из своих мыслей сейчас только на чисто больше вулечка выглядела очень иссушенный я оборачиваюсь кто-нибудь есть рядом за никого что же делать надо найти это не терпит никому нельзя доверять и ты бежишь стать хорошо паровые бани тем временем в паровых банях я направляюсь сторону душа шарко вы по крайней мере это видите но я дальше не доходя до самой процедурной я ищу наверно для начала кого-то из санитаров я подхожу к этому как обычно без эмоционально стоит я так осторожно беру за плечом и шепчу его на ухом ну давай закрывать ушки моя комната я не слышал что заходи после заката заходи все закрыли как можно скорее передай автору эти двое становятся опасными с ними необходимо заканчивать и вот после этого я иду себе спокойно вату хорошо ты в духовых камерах паровые ванны паровых ванн и тебя проводит блондин там несколько старичков тоже сидят варятся когда он тебя заводит старички уже там такие знаешь как саркофаг тебя сажает в него деревянная штука такая бочка ну не бочка а ящик ты в него садишься на стульчик у тебя закрывается у тебя только голова здесь торчит и внутри там пар 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 такая сауна уединенная ты видишь старички там встают короче уже такие поправляются утираются такие хорошо такие дальше и выходят тебя сажают паренек блондин говорит расслабьтесь не используйте можете сидеть обнаженным потому что если на вас будет полотенце это скорее всего такой усугубит процесс температура тела будет нагреваться и может неравномерно спротребляться собственно говоря целебный эффект по телу как у вас тут все по-научному конечно же ты садишься он закрывает эту штуку перед тобой она как-то там какой-то механизм который фиксирует ну условно да снаружи есть несколько заклепок которые закрываются вот я бы хотел как-то это может если есть возможность попытаться ножичком подставить давай ну я попробую я не знаю пальцем ножичком мизинцем левой руки удлиненным ногтем мизинца специально чтобы разрезать страницы потому что я на самом деле начитанный нет это 8 обидно ну к сожалению я тебе даю еще одну предпоследняя карта сложности это 8 оба но тем не менее 10 поэтому уже меньше не будет так или иначе осталась последняя карта последняя дама ты видишь как перед тобой может быть ты ножик подставляешь но ты слышишь как дверца закрывается твой ножик не попадает нужно расщельно паренек тебе фиксирует все подключает какие-то паровые двигатели нагнетатель пара какой-нибудь ты чувствуешь как приятный пар тепло начинает расползаться по твоему телу и тело даже само начинает расслабляться и он говорит я иду через 15 минут и разворачиваюсь и он уходит ты сидишь оно у тебя приятно успокаивающе работает это все и спустя наверное минут пять ты слышишь как и ты видишь как свет отключается первый двигатель останавливается я кстати забыл вычесть себе один хп да да а чё а чё а чё нет все боевая музыка ну это совсем все это перебор это что-то слишком акшеновое и это альберто такое а это слишком а лекатана лекатана ленкин 10 тысяч или как чудо-женщины садя нет не то все о спрятанное в волосах на спине слышишь как свет отключается паровые двигатели останавливаются наверное в это время ты пока берешься по коридору Видишь, как к тебе дорогу переграждает Артур. А вы когда-то дорогой здесь, юная леди? Да, да, я тороплюсь, мне нужно срочно увидеть моего друга, так что отойдите, пожалуйста. О, подождите, я вас провожу, я знаю, какие процедуры. Куда вы меня проводите? Я знаю, каких процедур у него, я вас провожу к нему. Какие процедуры у него? Скажите мне, пожалуйста. А тут недалеко паровые буквально. Ты, наверное, видишь, как он двигает рукой, и ты примечаешь у него здесь на руке. Под рукавом его пиджака выглядывает татуировка. И если бы, наверное, Альберт ее видел, он бы, наверное, признал, это такая же татуировка, какая была нарисована у него в комнате под картиной. И тебе бросаются глаза, потому что она выглядит странно. Семизначная звезда, семиконечная, с иероглифами всяческими. Он говорит, не переживайте, тут буквально недалеко. Я сама отойду. Да, конечно, конечно. Идите, куда шли. Ну, пожалуйста, не кипятите, все будет хорошо. Я иду. Ты, может быть, даже отпинываешь и вырежешь вперед. Ты веришь, что у тебя на встречу выходит один санитар? Я, ну, хватаю нож. Ну, я не открытую, хватаю нож. У меня нож и книга в одной руке. В одной руке книга другой. Что, скрыт ли тебе что? Нет, тут собираешься его угрожать или что-то. Аргументируй меня свои действия. А похер, я достаю нож. Ну, поворачиваю на них двоих. И говорю, и идите, куда шли. Идите, куда шли. На, как свет. Ты видишь, второй санитар выходит светлый из ума. Ну, я хочу пройти. Давай, я понял тебя. Давай. Я добавлю 2 пункта. Можешь все пункты добавлять. Чтобы сражаться с этой тварью. С какой тварью? Конечно. Если они сейчас тебя съедят. Ну, ладно, да, хорошо. Я добавлю 4. Так уж и быть. Слышу, я из паровой бани. Все, все. Сейчас, если выбросишь единичку, я брошу в тебя этот кубик. Серьезно, это будет крик провал. У меня 10. Найс. В таком случае, ты достаешь ножик, ты начинаешь... Ты видишь, что эти двоих санитаров такие, знаешь, Артур говорит. Воу, госпожа Соймиу. Пожалуйста, успокойтесь. Что же вы делаете? Вы пугаете посетителей. Каких посетителей здесь нет никого? Ты видишь, что в коридоре стоят пожилые люди. В таком случае, там мертвая женщина, помогите ей. Что вы несете, успокойтесь. Я убегу. Ты побегаешь, пока они отбеглись, ты кидаешься мимо этих... ТАМ МЕРТВЫЙ ЧЕВОПЕК! Ты кидаешься мимо этих двоих парней, они, наверное, просто опешив не успели поймать. Может быть, они не схватили тебя за... Такую руку халатом. Да, книгой отбиваешься, ты в руки бежишь вперед. Куда бежишь, ты непонятно. Паровые... А, паровые, окей. Ты бежишь на... Ты же у меня была. Ты бежишь вперед, заебет на другом крыле. Поэтому ты несешь себя туда. Слышишь, как сзади кричит Артур, кричит... Поймайте ее немедленно! И видишь, как за тобой двои парней эти бегут. Я очень быстро бегала на маленькие ножки. Ты бежишь вперед, мчишься. И в этот момент ты видишь, как... Маленькие ножки. Да, ты бежишь вперед и видишь, как перед тобой из-за угла появляется Клейтон. Клейтон, что ты будешь делать? Ты видишь, как на тебя несется, собственно говоря, Сюэн-У. За ней бегут двое санитаров, расталкиваясь стариков. Ты, что ж, бежишь с книгой ножом. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. А я, наверное, ну, увидев тебя, я вопросительно так поднимаю руку и типа, что ты бежишь дальше. Я бегу дальше. Бежишь дальше. Еще у меня на ногах кровь, поэтому у меня есть дополнительное скольжение. Хочу это... Ну, давай, абсурд, да не будем говорить. Ладно, хорошо. Ах, физика, бессердечная трусунка. А я, наверное, делаю самую простую жест. Я слегка отхожу в сторону и заставляю ногу в голову стопкнуться. Сделай мне проверочку. Уклонение? А? Уклонение от ноги. Уклонение от ноги. Выбрось десятку. Сейчас, если единичка, ты знаешь, что будет. Девять. Это не единичка. Ну, а в итоге, наверное, ты этого не ожидаешь. Просто мчишься вперед и на всей скорости спотыкаешься на его ногу. И ты падаешь, ударяешься головой от какой-нибудь угол стены. И отключаешься. Тем временем ты, сидя в паровой бане, чувствуешь уже, что надоело сидеть. Время уже сколько прошло. И вот в этот момент ты слышишь, как дверь подкрывается. Ты не видишь позади тебя, потому что ты сидишь как бы лицом в другую сторону совершенно. Слышишь позади себя шаги, что они приближаются к тебе. Шаги все ближе, ближе, ближе. Если у тебя что-то есть, какие-то заявки. Ну, я не могу развернуться, повернуть голову, чтобы понять, кто это. Ты вот так поворачиваешься, вот насколько твоя голова может посмотреть, ты видишь, что там несколько силуэтов зашли в комнату, а кто именно не видно. О, наконец-то! Что-то тут, по-моему, свет вырубило. А сам я подготавливаю нож, вот. Я хочу, что как только меня откроют или еще что-то произойдет, или как только появится возможность, я этим ножом буду целиться в район шеи этим тварям. Ну, сделай мне проверку. Ну! Ты, кстати, вычла у себя дух за провал? У меня два духа осталось. Ну, я буду гореться до последнего. Единичка. В таком случае, да, ты приготовил ножик, но ты видишь, что буквально сбоку к тебе подходят... Барджери. Ты видишь, и она в своем красном платье подходит, смотрит на тебя, смотрит на того, кто с ней пришел, говорит, забирайте его. И в этот момент ты видишь, как тебе по голове прилетает элитерической трубой. Глаза медленно открываются. Я открываю последнюю карту. Это дама, само собой. Мы читаем по одной... По одному духу. Не надо. Решимое здесь уже не работает. По одному духу. Глаза медленно открываются. Ты видишь, что ты лежишь в каком-то резервуаре с водой. Чувствуешь, что ты лежишь в каком-то резервуаре с водой. Он прозрачный абсолютно. Глядишься по сторонам, видишь, что в соседнем резервуаре лежит Сюин-У. У тебя что с духом Сюин-У? Два. Два. Видишь, что эти два резервуара находятся на неком углублении, как будто в колодце сами по себе. Вдвоем. Сверху, на вершине колодца, грубо говоря, как будто на как это назвать, этаже, что ли. В общем, что-то такое над колодцем. Стоят несколько силуэтов. Стоит Артур. Стоит Марджори. Стоят два санитара. Рядом с ними стоит еще два санитара, которые как две капли воды похожи на этих двоих. Рядом с ними стоит та самая бабушка или женщина, у которой умер Буш. И Марджори произносит... Ну что ж... Не все они одеты в подобие балахонов. Здесь темно, и только свет, как нескольких свечей, расставленных по стенам, освещает, наверное, все это дело. Марджори произносит... Ну что ж... Нам пришло время заменить наш реликт. Но нужно сделать выбор. Кто из них достоин? Наверное, Артур вступает. Я думаю, что девушка, она помоложе. Мы сможем взять из нее дольше. Она дольше продержится. Марджори осматривает всех остальных, все молча кивают. Марджори смотрит куда-то, напрямую в сторону колодца, говорит... А как ты думаешь, Клейтон? Я стою, если бы вы меня видели, Я, в отличие от них, не в балахонах, с таким довольно, ну, знаете, брезгливым, скучающим видом. Сложный выбор, Марджори. Действительно сложный. Впечатляющая воля к жизни. Столько... Внутреннего благородства, столько силы. Ну, будем честны, мы же прекрасно знаем, что кого бы мы ни выбрали, второй отсюда уже тоже никуда не выйдет. Верно? Ты видишь, Марджори молча кивает, говорит, да, но нужно понять, кто заменит сосуд. Я предлагаю девчонку, она моложе, она больше продержится. Я думаю, да, девчонка будет в самой раз. Так это может быть. И ты видишь, как они все начинают медленно запевать какую-то мелодию, которая как раз-таки напоминает то, что вы слышали из вентиляции. И в этот момент Марджори, наверное, запевая, как верующий вокал, запевая все это дело, все сильнее эту песню, она дергает рычаг, и вы видите, как перед вами открывается, как будто бы забрало. Со стены съезжают, и оттуда начинает литься какой-то поток жижи. Жижи похожи на фарш, на толченое мясо. Оно все вываливается прямо под ваши вот эти вот ванны. И видите, как из этой жижи она заливает большое пространство пола. Ты видишь через прозрачные свою вот эту ванну, ты видишь, как он заливает большое пространство пола, хотя широкий этот колодец. И ты видишь, как напротив ваших саркофагов из этой жижи мясо формируется силуэт. Какое-то ноющее, изнывающее, видно, что сильно уставшее существо формируется из этого куска плоти. Ты видишь, голова появляется на плечах сильно исхудавших. С его лица падают куски мяса, куски из этой жижи падают на пол и сливаются остальные массы, и оно издавая стон, который ты слышал. Открывая пустой рот, ползет медленно в сторону тебя. Ты видишь, как оно начинает, оно пускает руку в твою ванну, начинаешь дергаться, пытаться что-то сделать, отбиться, но эта штука, она быстро заваливается в твою ванну и полностью начинает заполнять ее. И спустя несколько, буквально секунд 10, наверное, ты чувствуешь, как эта жижа начинает подползать к твоей шее. Ты видишь, как голова погромная появляется у тебя перед лицом. Ты видишь, пустые глазницы наполненные водой и плотью появляются перед тобой, огромный рот раскрываясь, собирается заглотить твое лицо. Я кричу в ужасе, смотря на это все. Не аллигаторы, не львы, что встречались, не даже остервенелые партнеры по бизнесу так не вводили меня в ужас, как то, что я вижу сейчас. И теперь оно вцепляется тебе в лицо и наступает тьма от лица. Тем временем Сюин И, Сюин У, простите, ты все еще без сознания и, наверное, сейчас только от криков, наверное, ты открываешь глаза, наблюдаешь всю эту картину, не понимая в шоке, что происходит, ты добляешь, как эта тварь поглощает полностью огромное толстое тело Альберта. Я что-нибудь, наверное, кричу на китайском. И ты видишь, как оно моментально, как только оно поглотило его, ты видишь, как оно оживляется. Если оно ввело себя как-то очень пассивно, слабо, когда поглощает оно его тело, оно буквально крепнет на глазах из фарша, оно превращается, облетает какую-то плоть. Теперь это похоже на какого-то мясного голема, который поднимается из своей вот этой второй ванны, перебирается через ее стенку, подходит к тебе, наклоняется над тобой. Ты видишь, как его вонючее большое лицо, на котором даже как будто бы появились зубы в хатничном порядке, видишь, с него слетают куски плоти, которые падают тебе на лицо, расползаясь по тебе. И оно как будто бы улыбается. И оно кидается на тебя. И наступает тьма. На следующий день в санатории с значным названием Февершим все так же. Посетители все так же ходят поднимать ванны. Кто-то ходит в барокамеру, подпитываясь энергией, ты значительно помолодевше. Сбросив лет так 15, наверное, уже, может быть, без проседей в висках, но с уже темными волосами, как у тебя были в молодости, и уходишь на балкон. Ну да, я думаю, если бы вы меня видели, то, скорее всего, заключили бы, что-то перед вами человеком, которому от силы 40, может быть, даже чуть-чуть моложе. Рядом стоит, рядом с на сисенем балконе стоит и улыбается твоя сестра, которая вчера только грустила о том, что потеряла своего мужа. Ей сейчас на вид лет 35. Она медленно подтягивается, кивает себе, говорит, ну что, какие планы? Ой, ну, честно говоря, на этот раз это возня изрядно меня утомила. И вообще, с 30, как считаешь, может быть, нам надо поразмуссить и сделать что-то с безопасностью? Несколько проколов, можешь понять, сразу несколько проколов. Это идиотка, такер, я очень быстро и хорошо, что никто этого не заметил, забрал ее блокнот, с которым она писала, что подозревает кого-то из пассажиров, которые ехали вместе с ней в автобусе. Да и вообще, времена меняются и уверена, что мы можем меняться так же быстро вслед за ними? Послушай, мама сказала, что у них какие-то новые бизнес-планы на гостиницу, они собираются каким-то образом ее усовершенствовать. Знаешь, время летит. Это да. Прогресс не стоит на месте. Ты знаешь, уже 7 лет, как человек достиг космического пространства, но эти несчастные глупцы до сих пор считают, что все самое интересное где-то в звездах, когда у нас под ногами столько всего неизведанного. Ну, знаешь. Ты спросила, что я намерен делать. На самом деле, я опять засиделся на одном месте. И хотя за 300 с лишним лет жизни начинаешь, ты знаешь это чувство, ты начинаешь привыкать к насиженным местам, я думаю, что скоро мое долголетие начнет вызывать подозрения. Подумаю или инсценировать свою смерть, или просто переехать туда, для меня никто не знает, им давать там ценные советы про замечательную гостиницу Эвершим, как ты считаешь. По-моему, отличный план. И где-то там в подземельях, подвалах этого заведения в одной из барокамер, а точнее под ней появилось новое существо, гораздо мало уже выглядящее, нежели было предыдущее, которое сейчас лежит заточенное под этой огромной цистерной и стонет. И на этом мы закончим сегодняшний шот. Да. Это наш шот. Я был близок. Капелька фото. Я сейчас ощутил, что мне было бить морду, короче. Я считаю, что у меня было два духа, и я могла побороться еще. Ну, ты выжила, ты жива. Но, я могла бы этой твари дать по яйцам и в глаза. И вбежать. Да, если бы не были яйцами, я бы не был яйцами. Я, если честно, немного, на самом деле, колебался, потому что, ну, как бы, с одной стороны, я сделал, по большому счету, оставив тебя в живых тебе конкретно медвежью услугу, на самом деле. По идее, с моей стороны, было бы милосерднее, если бы тебя просто прикучили на месте. Что там происходит? Расскажите. Все. Ну, в общем, на самом деле, как я сказал вначале, это основано на реальных событиях, потому что, как правильно угадали в чате, это основано на истории про английский отель под названием Ram, если не ошибаюсь, Ram Inn. Расскажу точно. Да, Ram Inn. Расскажи по-другому. То, что я рассказывал в начале истории по поводу того, что вот она открылась, там был священник, который жил, который закультисты считали, а это все так и было, на самом деле, так до сих пор считаю. Но, единственное, что этот отель, он сам по себе не очень большой, там буквально, я не знаю, одноэтажный, длинный, но это даже отель не назовешь, что такое, это старое, ну, типа, если как представить, это таверна из Ведьмака то же самое. Но это типа считается отель, там люди останавливаются и считается, что много призраков в этом отеле обитает. Вот. Поэтому, основанно на этом. Что происходило у нас в игре? Семья, которая жила там уже не одно столетие, как можно было понять, с помощью культа обратилась к некой сущности, называть как хотите, хранической, которая давала, собственно говоря, долголетие за простые жертвы, когда им приносились человеческие жертвы, как жертвы, когда существо поедало человека, оно выделяло слизь, назовем это так, как, извините, судьбы, или некую субстанцию, которая омолаживала, ну, конкретно это семейство. Из-за того, что это семейство его призвало, из-за того, что это семейство с ним долгое время уже контактировало, благодаря этому семейство, собственно говоря, и омолаживалось. А остальные люди, которые купались в этом, они отдавали немного своей жизненной энергии. И, так как это санаторий, тогда приезжали старики, которые постепенно, у которых это существо высасывало постепенно энергию, поэтому они все старились и иссыхали, и потом умирали в итоге. Когда приехала молодая девушка, это большой шанс, потому что существо уже само по себе было на исходе, ему нужно было новое организм, чтобы можно было переродиться, назовем это так. И когда оно вселилось в твое тело, получается, оно омолодилось, еще на долгие годы и сможет там нормально сосуществовать. И в воде, которые вы плавали, было некое подобие вот таких вот этой слизи, которая немного потягивала из вас жизненной энергии. А эти песеные обмороживаются. И я, когда делал эту игру, я отталкивался, Саня правильно сказала, от фильма «Лекарство от здоровья», который мне очень нравится, там сюжет очень схож с этой историей. Вот я что-то я видел, говорю, короткий пересказ чего-то, там какие-то были, помню, угри. Там тоже, по-моему, была бракамера. Там черви угри, да. Вот. И все в этом духе. Но, к сожалению, я... Если бы я выжила, моя последующая книга называлась «В одном шкафу с чудовищем». Круто! Хорошо, хорошо. Ну, на самом деле, я, наверное, в двух словах романтического. Стория. По-моему, такую книгу должен был мы писатель Гаррад Сладчев и Життодорского. Это было бы романтичнее гораздо. Вот. Но я, на самом деле, прокомментирую немного все, что касается своего персонажа. Я, самое интересное, что деталей всего происходящего на самом деле не знал. Ну, я, в смысле, как игрок. То есть, да, действительно, ну, понятное дело, что у меня была изначально такая тайная роль, но, тем не менее, мне, как было, сейчас уже можно рассказать, как-то мне было просто сказано, что тебе нужно, ты связан с семьей владельцев этой гостиницы, тебе нужно, ну, желательно не допустить, чтобы кто-то из нее свалил. Вот, собственно, говоря, и все. Все остальное, ну, это просто уже лыкова удачно легло в строку, то есть, так получилось, что я в результате знал, беззамешан во всем потом происходящее. А лет, мне, ну, мне 54 лет, мне там, как минимум, 354, ну, ну, и я пользуюсь беззастенчиво этим долголетием, на самом деле. Честно, у меня даже, как бы, не было, у моего персонажа, вернее, не было к вам какую-то там ненависть или чего-то подобного, хотя ты, в общем-то, мне угрожал. Я, честно говоря, думал, один из этих моментов уже просто сказать что-нибудь, типа, умный мальчик, и удариться в бегство, но все-таки ты принял другое решение, хотя у меня были мысли завязать драку или сбежать. Ну, как бы, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Да, это почувствую. Да, когда нашел блокнот в комнате этой женщины, там было написано, что на прошлом автобусе, то есть на вашем автобусе приехал один из них. И если бы нашел кто-то из вас, это была бы вам подсказка, что кто-то из вас это ебака. Ну, повезло этому. Ну, я его спрятал, естественно, по сути, Женя тоже выбросил неуспех. Мы все провалили. Нет, почему? Я же его не выбросил. Нет, нет. Мы все провалили, но мастер такой. Ну, поэтому, как вы ему, что я ничего не достал, из-за того, что ты писал, типа, поэтому... я же писал блокнотист все-таки, он не получил. Тут написано обо мне. Там, в принципе, оприори можно было найти этот блокнот, потому что там я не прятал никуда. как бы, да, он же там не лежал в секрете. И, кстати, я еще закинул в перерыве секретную заявку, я, когда мы с тобой распрощались, ну, распрощались с Маджори на ресепшене, я отдал ей этот блокнот, чтобы, наоборот, улика никуда не попала. Вообще, я планировал, что, если бы Даня был, или там Паша, я изначально, сегодня, когда спросил вас написать поводу ваших персонажей, я решил, что первые двое, кто мне напишет по поводу своего перса, они будут у меня за семью играть. Мне написали Жека и Даня, но Даня в итоге заболел, не смог прийти, так бы их было здесь двое. Ну да, двоих слишком много. Это было бы, вообще, на самом деле, кто не просто. Ну, кстати, хочу добавить, что в тот момент, когда вот, что-то, да, вот в какой-то момент картинка начала складываться, я поэтому дал заявку, что я иду, смотрю на вот эти морские волны, о чем-то думаю, но он понимает, что неспроста ядрыть его в коре. Неспроста он сказал, что он несколько раз здесь бывал. я как бы, да, тоже объясню, зачем я это говорил. Это я уже решил, да, это я уже решил больше, как игрок. Я на самом деле, ну, как бы, вкидывал какие-то специальные оговорки в речь своего персонажа, ну, чтобы у вас совсем не было бы, чтобы у вас совсем было не без шансов, если что, меня раскрыть. Вот, в частности, я не случайно порекомендовал тебе эту баракамеру, что-то влез в разговор бесцеремонно, я не случайно упоминал, что я здесь не в первый раз. Вот, в принципе, в открытую говорю, ну, я, естественно, оболаживался в этой баракамере, я, естественно, в открытую говорю, что вы прям замечаете внешне, что я гораздо лучше себя чувствую, чем до процедуры. ну, то есть, как бы, я, в принципе, играл с открытыми картами. Да, ну, это, в принципе, чувствовалось, но и не хотелось как-то, все-таки, по факту, у моего персонажа, у Блинкина, ну, даже, вот, он увидел эту капельку пота, понял, что что-то тут не так, но это же не повод набрасываться и кидать. Это же не лев. Это же не лев, это человек. А я, кстати, когда, этот, Даня рассказала о том, как рот открывается, петля лицом, я думала, ты рук такой и по привычке фах, и ворота. Нет, ну, я думаю, что в этих ситуациях уже, так сказать, крутизна Блинкина уже, ну, простите, когда невета моя ебака пытается сожрать тебя, тут уже. Ну, я прям ощущал висение на волоске, когда ты начал мне угрожать, на самом деле. Особенно, когда спросил про мой настоящий возраст, то есть, тут я немного прифигел, потому что я там, как будто, вот именно в плане своего возраста я не вкидывал каких-то конкретных оговорок, я такой, твою мать, на меня еще тут замучат. Было бы забавно. А, ну, давайте сейчас, я уже просто закончу мысль, и я, то, что я сказал санитару, которого я встретил в коридоре, когда я его остановил, вот, поскольку я же попросил его сторон закрыть уши, я ему сказал, что передай Артуру, что с этими двоими она заканчивается. Ха-ха-ха-ха. Поэтому, вот поэтому, собственно, всякая валилия стала дружью, и уже, чертяка. Я вас уже начали представить, это за Мелли. А еще я сделал пасхалку в нашей рамке сегодняшней, там написано, там пикчер из Resident Evil 7, ну, это так, чисто пикчер, потому что там дом, и написано надпись Home Sweet Home, нарисованный мальчик с девочкой. Home Sweet Home и братья и сестры. Но, это уже другая история. Спасибо, Даня. Пожалуйста. вообще игра была классная, на самом деле. Мы что-то все обсуждали, сюжетные повороты, а так, блин, я только могу сказать, что жуть английская, это вот для таких что-то вообще идеальная система, честно, другой не надо. Ну, там еще остались для жуть английской прикольные сюжеты, поэтому еще думаю, у нее сыграть. Единственное, что у меня, как-то, ну, тоже поделюсь своим мнением, меня как-то, блин, немного угнетает, ну, хотя, может быть, мы так просто играем, но он как-то грустно, что у вас уже вторая жуть английская какая-то безусходная, абсолютно, то есть, а ты рассчитан, там, там, на самом деле рассчитано, по-бирай, что жуть английская рассчитана на одного игрока, я вам так скажу, это, можно сказать, хак, что мы играем здесь больше, больше, чем игроков, что хак на жуть английскую назовем это так, и там, по системе, ты должен терять дух свой за каждый провальный бросок, то есть, вы должны были слечь все, в любом случае, это, примерно, как, я же играл эту систему еще на ярмарке, ЛРС-овской, и там, ребята сказали, что это очень похоже на 10 свечей, поэтому, в чем-то, это напоминает 10 свечей, и персонажи здесь по большей части условно обречены, там есть возможность сбежать, когда у тебя остаются хпшки, в смысле, дух твой остается, но, подразумевается так, что они... ну, я помню, я своим персонажам, кстати, пытался на прошлые игры, но просто, у меня там, не получилось, ну, ну, жадность, нет, сложности, просто хочу, мне кажется, прям, очень суровой, потому что, как бы, в принципе, почти всегда десятки, сложностей, это так, в системе, или там, в системе, в оригинальной, там предусматривается, что ты, у тебя карты, 6, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, то есть, сложность 4, 5, 6, 7, а это, как бы, для, сакунов, поэтому, я взял сложную, да, 7, 8, 9, 10, что, блин, я слабляю вас, хочу сказать, что мы, все равно, довольно далеко, зашли, и этого еще выявили, почти что на чистую воду, вот я и говорю, как бы, я тут играл, то на стороне силу зла, по идее, а все равно, какой-то грустный осадок, сдался, да, успокойся, успокойся, нет, я буду плакать, сейчас, когда мы закончим стрим, ладно, с этим грустным осадком, будем прощаться, чтобы сильно, допознание засиживать, прощение, да, спасибо всем, что кто, кто с нами сегодня досидел до конца, кто не досидел, тоже вам спасибо, смотрите, потом это все на итульчике, а у нас, послезавтра, в среду, у Кирилла будет шот, приходите к нам на шот, потом, в субботу, если что не изменится, у Паши будет тревелер, поэтому приходите к нам на тревелер, в общем, приходите, когда хотите, куда хотите, делать, что хотите, потому что жизнь ваша, делать, что хотите, хоть у вас. Мы, кстати, еще послезавтра, наверное, узнаем, насколько для Кирилла свойственна мелочная мстительность, то есть, если мой персонаж отъедет в первые пять минут игры, значит, свойственно. Там, Дерон, мы сидим в фильме, какой отъедет, ты уволен, тебе напомнить, как я умею отъезжать в любую игру, в твою систему, это не по-другому умирает. Я пил кофе, поперхнулся, и никто не помог мне. В фильме, потому что ты токсик. Ставьте нам лукасы на ютубчике, пишите комментарии на ютубчике, потому что нам это очень помогает. Саня, что надо делать? Берегите себя и своих близких, и самое главное, свою семью. В пах и в глаза. Все так, все так, все так, в пах и в глаза. Всем пока, в пах и в глаза, в пах и в глаза. Субтитры создавал DimaTorzok